Хотела бы представить сначала себя. Меня зовут Медведева Ирина. Я руководитель Центра психологии. Тема цикла лекций — это самосовершенствование. Тема сегодняшней лекции — это самосовершенствование физического тела. Лекцию читает Олег Геннадьевич Турсунов, специалист по аюрмедии. Передаю ему микрофон. Пожалуйста, встречайте, Олег Геннадьевич Турсунов. Спасибо. Рад вас всех видеть. Извините, что зал маленький. Мы не ожидали, что вас так много будет. Вообще лекция должна быть хорошей, потому что есть знак благоприятный. Обычно, когда лекция хорошая, то, ну, когда я захожу в зал, меня спрашивают «Ваш билетик». А тут спросили два раза. Поэтому это очень хороший знак. Видите, уже весело. У нас есть объявление. Со мной приехал мой помощник, который проводит бесплатные консультации. Сейчас уже к ним попасть невозможно. Все хотят консультации. Поэтому у нас на сайте есть торсунов.ру. Есть эти консультации по здоровью. Можно там высылать фотографии, жалобы и будем консультировать. Я все обязательно посмотрю всех, кто высылает. И советы даю, как, что сказать. То есть сам смотрю, диагнозы ставлю. У нас проходит фестиваль «Благость», фестиваль по Эльбиде в мае 2011 года. На сайте в ближайшее время будет выставлена информация, что там будет проходить, как. Обычно на фестиваль мы приглашаем, ну, то есть можно нам принять порядка 300 человек. И уже на прошлом фестивале уже были те, кто не попал. Поэтому заранее запишутся в эти фестивали. Как-то для себя вопросы решайте. Сегодня у нас очень интересная тема, которая будет касаться режима дня и всего прочего в этом направлении. У меня был очень хороший режим дня сегодня. Я в Дели простоял всю ночь в аэропорту. У них сломались компьютеры во всем аэропорту. Нельзя было, билет вручную выписывали. Потом утро летел в самолете. Очень правильный режим дня у меня был. И мы будем говорить о том, как правильно его соблюдать. То есть мы будем... Вообще у нас будет... Этот семинар называют «Самосовершенствование». И он будет состоять из трех лекций. Мы будем разбирать работу над собой на уровне тела, уровне праны. Это второй уровень. Третий уровень – психоэмоциональный. И четвертый уровень – уровень разума. Пятый уровень – уровень души. Сегодня мы будем разбирать работу над собой на уровне тела и уровне праны – психической энергии. Значит, алло, надо заканчивать. Надо выключить все свои мобильные телефоны. Это ваше пожертвование будет нашей лекцией. Ваша жертва. Надо какую-то жертву принести. Иначе лекции не будет. Все москвичи. У всех очень занятость высокая. И это очень важно понять, что занятость не означает развитие разума. Занятость – это деятельность ума. Развитие разумного существования означает способность отстраниться от занятости. Способность сосредоточиться на важном. Поэтому мы должны сейчас с вами отключиться от мобильных телефонов. Хорошо? Кто способен? Поднимите руку. Посмотрим, кто не способен. Я тоже очень занятый человек. Но вот сейчас я был пять дней в Индии в одном святом месте. И каждый день примерно по 7-8 часов я молился. Это очень помогает мне. Такая занятость. И молиться хорошо в святом месте именно. Поэтому я туда поехал. И думаю, что у меня сейчас батарейки заряжены. И можно как-то серьезно пообщаться на тему работы над собой. Мы с вами говорим о работе над собой. И первое, что нужно понять в работе над собой, это то, что в этом мире существуют силы, которые мы не сможем преодолеть. Мы не можем быть сильнее этого. Потому что есть законы природы, которые сильнее нас. Допустим, если ты приезжаешь в Москву, закон природы такой, что тебе здесь придется напрячься. То есть этого избежать невозможно. Потому что так действуют энергии города. И это надо просто принять. Некоторые люди не могут это принять. Особенно тяжело в Москве жить женщинами. Потому что женская природа нормально работает в расслабленном состоянии, не в напряженном. Поэтому в Москве достаточно много женщин, которые не могут зачать детей. Потому что психика очень напряжена из-за этого. Поэтому женщинам в Москве особенно важно понять, что нужно отвлекаться от занятости. Но вот эту атмосферу занятости, он создает телевизор. Поэтому женщина должна телевизор периодически поворачивать обратной стороной. Чтобы он не работал. Чтобы тишина была в доме. Хотя бы дома тишина была. Видите, то есть это тоже работа над собой. Начинаем с телевизора и заканчиваем возможностью рожать детей. Меда объясняет, что в этом мире мы связаны очень сильно с тем, что нас окружает. Видите, в Москву приезжаешь, как мне один друг сказал. Я чувствую, что такое Москва уже после того, как я захожу в метро. Когда я захожу в метро, то я начинаю бежать так же, как все остальные. Не могу остановиться. Хотя он живет в другом городе. Ну то есть эта атмосфера сразу начинает влиять. И мы ничего не можем сделать. Окружающая среда влияет на нас. Мы живем в ней. И нам придется в ней жить. Поэтому существуют законы, по которым мы должны понять, как жить в той среде, которая нас окружает. Однако сильнее всего влияет на нас не Москва, не люди, которые здесь живут. Это именно настроение людей, желание зарабатывать деньги, создает напряжение. Больше всего нас влияет в Солнце, Луна, как ни странно. То есть те светила, как бы те объекты, которые очень сильно связаны с Землей. И веды объясняют, что каждая планета имеет свой характер. То есть психическая энергия есть везде. Мы можем даже это очень легко объяснить. Допустим, мы знаем, что Луна влияет не только на циклы у женщины, гормональные функции у женщин. Не только на это Луна влияет. Вы проходите на ступеньки, наверное. Если у вас нет места, то на ступеньках можно садиться. Иван Снепт, я бы с удовольствием вас куда-нибудь посадил. Можете садиться вот сюда прямо. У меня там лавочка стоит. Надо, кстати, ее взять, принести. Там еще четыре места. Еще там два стула, по-моему, стоит. Вот видите, то есть женщины знают, что Луна влияет на циклы, на женские. Но также, если взять, допустим, службу скорой помощи, то она знает, что есть полнолуние. Это день, когда очень много людей обращаются с психическими расстройствами и с нарушениями давления. Таким образом, Луна влияет также на психику, хотя психика имеет тонкую природу, не грубую. То есть, как вы думаете, что на первом месте стоит, нервная система или ум? Нервная система, многие говорят. Вы ошибаетесь. Вот, согласно ведическому знанию, ум — это тонкая структура, тонкая вещь. И от него зависит нервная система, уже от ума. Кстати, кто из вас не слушал мои лекции? Поднимите руку. Придется делать вступление. Понятно. Не так много, но есть. Значит, я занимаюсь изучением ведического знания порядка 20 лет. И на нём основываю свои труды. И мы будем говорить на основе ведического знания. Ведическое знание — это древнее знание, ему более 5000 лет, но оно глубоко научно. Я могу привести несколько фактов, которые вас реально шокируют. Например, 5000 лет назад в ведах было описано точно скорость света. Было описано строение атома. Было описано... Всё это было описано. То есть мы сделали открытие, которое уже существовало в письменном виде, в этих текстах. В ведах описано очень точно все размеры, все расстояния до каждой из планет Солнечной системы. Полностью всё это описано, там, в каких-то несколько разницах, в нескольких километрах по отношению к современным данным. В ведах описано строение, не только атомическое строение человека, но также и тонкое строение, которое сейчас только люди начали догадываться о том, что в такой ведах уже есть атласы, глубокие атласы по изучению тонкого тела. Мы с вами говорим не о каналах рефлексотерапии. Это ещё не тонкое тело. Тонкое тело — это совсем другое. Это энергия ума, энергия разума, энергия психической энергии человека и энергия ощущения себя как Личности. Четыре вот эти энергии составляют тонкое тело. Их очень трудно изучать в современной науке, потому что эти энергии ничего общего с волновыми вот этими свойствами материи не имеют. Даже элементарные частицы, которые сейчас изучаются, они не могут никак влиять на тонкое тело. Это совсем другая энергия. Она имеет более тонкую природу, чем вот это всё описано. Поэтому, соответственно, нам очень трудно понять, что это такое. Но, тем не менее, вот эта энергия тонкого тела, она присутствует в пространстве. То есть пространство, само, стороны света влияют на нас очень сильно. И планеты, которые связаны с нами, ну то есть даже не только связаны с нами, а вообще планеты нашей Вселенной, они тоже очень сильно влияют на нашу психику. И наука, которая изучает связь атмосферы, то есть движение планет и Земли. Это наука. И на нашей психике эта наука называется астрологией. Хотя многие её считают не наукой, но это реальная наука, потому что она очень точно описывает то, что происходит с человеком, если её точно изучать серьёзно. Всем надо выключить телефон, иначе мы будем отвлекаться. Итак, Солнце и Луна влияют на грубое тело человека и на прану психическую энергию, потому что в ведах описано, что Солнце, её называют кала-чакра. Кала означает время, чакра означает круг. То есть Солнце, оно как бы создаёт время человеку, то есть оно создаёт режим дня наш. Если спросить каждого из нас, что такое режим дня, многие начнут морчиться и думать, что это что-то такое связанное с врачами и диетой, что-то такое связанное с навязыванием какой-то, что-то навязывающее в нашу жизнь, навязанное. Но на самом деле надо понять, что режим дня – это способ нормально существовать, нормально жить. Допустим, если взять московские дороги, то можно увидеть, что там нет режима дня, да? Там блок, постоянный блок, то есть очень трудно двигаться. Причина в чём? Причина в том, что не хватает правильной организации, не хватает ширины дорог и так далее. Точно так же в нашей жизни, если мы не будем делать всё вовремя, то мы таким образом будем вставать в противоречие с той силой, которая создаёт среду в окружающем. Как вы думаете, почему по утрам птицы начинают петь? В чём причина? В чём они? Через чей-чей по утрам? Это самовнушение? А? Почему они пи-поют? Кто их заставляет? Солнце. Солнце, когда встаёт, оно даёт определённую энергию. На Землю приходит определённая энергия. Вот сейчас, когда в древнее время, где-то, по-моему, в 6.20 в Москве начинается вот эта энергия, которая будет в сознании. И эта энергия влияет на всю Землю. Именно в тот момент, когда 6.20 в Москве наступает, 6 часов 20 минут утра, в это время появляется сила определённая, которая начинает поднимать сознание, поднимать энергию вверх. У нас есть пять видов энергии в организме, психической энергии, прамы. Это одна из частей тонкого тела. Один вид энергии идёт вверх, называется «Удан». Этот вид энергии даёт ощущение радости, оптимизма, даёт бодрость, работоспособность, даёт концентрацию внимания, даёт возможность преодолевать трудности, даёт работу над собой, самосовершенствование, развитие себя как Личности, преодоление трудностей, победу над судьбой и так далее. Знаете, Удан – важная составляющая нашей жизни. Этот вид психической энергии, он начинает функционировать рано утром, когда в 6.20 фактически человек должен проснуться. Если он ещё спит в это время, то начинаются очень неприятные процессы, которые происходят в организме. Так, например, солнце поднимается, мы спим. В результате психическая энергия, вот эта огненная энергия, солнце имеет огненную психическую энергию, она начинает в организме сначала давить на мозги, то есть так мы спим, вставать не хотим. Человек начинает ворочаться туда-сюда, то есть он уже спать не может глубоко, потому что солнце уже не даёт это делать, но валяться хочется. И в организме начинает скапливаться энергия огня разрушительная, которая называется Доша Пита. Доша означает разрушение, Пита означает огонь. То есть что эта энергия делает? Она вызывает сначала половое перевозбуждение. У человека сразу теряется самоконтроль, то есть у него появляются какие-то в голове желания половые возникают, какие-то мечты и так далее. На фоне этого, пока солнце поднимается дальше, то есть идут определённые изменения в организме, начинает появляться склонность к воспалительным заболеваниям в различных органах. Особенно сильно страдают половые органы. Соответственно, женщинам, которые не могут зачать детей, очень важно знать, что часто это бывает от перегрева половых органов, перегрева придатков, перегрева матки. Этот перегрев вызывает воспалительные заболевания, и это всё происходит в результате позднего вставания. Одной простой причиной. И вы, конечно, можете провести эксперимент, продолжать вставать поздно и смотреть, могу ли я победить энергию Солнца. Но если у вас не получится, не обессудьте. Ни у одного человека на Земле ещё не получалось, потому что мы зависимы от этой энергии, мы под ней живём. Мы не можем быть сильнее её, мы от неё зависимы. И это очень важно знать. Например, зная, как действует эта энергия, можно очень легко, допустим, не поправляться. Надо просто знать, как работает система. С 6 утра до 6 вечера пища в организме... Да, вернее, ну да, с 6 утра до 6 вечера пища расщепляется в организме, а с 6 вечера до 6 утра синтезируется. Так как 3 часа где-то проходит от момента приёма до момента начала всасывания пищи, поэтому закономерно, что самое позднее, когда человек может много поесть, это 2-3 часа дня. Это самое позднее. То есть это позже нельзя уже, иначе всё это будет дальше всасываться не в то время, когда надо. Понимаете? То есть всё это пойдёт в жир, излишний вес. Многие люди едят плотно, приходя с работы. Знаете, в чём причина? Причина заключается в том, что надо снять напряжение, особенно в Москве. Человек приходит после работы очень напряжённый, усталый, и у него есть несколько способов обычных снимать напряжение. Это первый способ — это еда. Второй способ — это 24 дурака, которые бегают по экрану туда-сюда с мячом. Третий способ — это выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. Четвёртый способ — это поругаться с женой, классический. Напряжение, правда, не снимает, но душе как-то легче становится. Дискотика у нас, что ли, эту книжку получилась. Вот. Понятно. Со мной кто-то общается. Какой-то способ вообще не такой. А, да, организаторам что-то с этим делают, потому что мешает им всё. Итак, у нас есть какие-то важные причины, которые заставляют нас кушать на ночь. И это большая проблема — кушать или ругаться, или пить спиртное, или курить, ещё что-то делать. Это большая проблема, потому что всё это разрушает нашу судьбу. То есть жизнь становится хуже от этого. Почему так происходит? Потому что мы не знаем, что делать в вечернее время, мы не знаем, как снимать напряжение. А психика человека работает таким образом, что у нас есть два типа сознания. Есть внешнее сознание, есть сознание внутреннее. То есть внешнее сознание означает, что мы ищем счастье снаружи. То есть мы хотим добиться успеха в обществе, добиться отношений с людьми, добиться возможности устойчивую жизнь иметь, какую-то там зарплату и так далее. Это называется внешней деятельностью, внешнее сознание. Есть внутреннее сознание. Внутреннее сознание означает совсем другое. То есть это молитва, медитация, способность прощать, способность просить прощения. Надо что-то сделать, потому что что-то мешает лепцу проводить. Вот эти вот все мигания явно кто-то делает. То есть все эти вещи происходят в результате… То есть есть внутреннее сознание, есть внешнее сознание. И наша психика очень сильно нацелена на внешнее сознание, потому что, особенно в Москве, выживание — это очень большая-большая часть жизни. То есть реально надо очень много времени тратить на то, чтобы просто нормально жить. Это факт стопроцентный. И поэтому людям приходится из-за этого довольно серьёзно напрягаться, а потом переключить психику на внутреннее сознание очень сложно. Но это придётся делать, иначе нормальной жизни не будет. Потому что вот этот вот внешний способ получения счастья, в котором мы живём сейчас… Ну то есть для чего мы смотрим телевизоры, для чего мы работаем, для чего мы мучаемся, для чего мы общаемся, мы пытаемся быть счастливыми. Это способ получения счастья, внешняя деятельность. Вся эта внешняя деятельность, она психику истощает в основном, потому что веды говорят, что это не тот путь, который действительно делает человека счастливым. Допустим, девушка познакомилась с парнем, она думает, вот теперь у неё будет хорошо. Но оказывается, не всё так просто. То есть для того, чтобы было хорошо, надо не ждать, когда он тебя сделает счастливым, а надо что-то делать для него. А для этого нужны силы, а сил нет. Любить близкого человека сил нет. Поэтому, соответственно, и нет участия в этих отношениях. Также, чтобы развиваться на работе, нужны силы внутренние, нужны творческие силы. Для того, чтобы всё, что угодно, то есть общение, взаимоотношения, работа, всё это требует внутренних сил. А внутренние силы создаются благодаря внутреннему сознанию. Внутреннее сознание развивается в результате работ над собой. которое у нас отсутствует часто в связи с тем, что очень много времени занимает работа над внешним миром, над той ситуацией, в которой мы живём. Итак, первое, что нужно понять, это то, что мы должны хотя бы в этой внешней деятельности, которую мы совершаем, сделать какой-то порядок. или, по крайней мере, стремиться к этому порядку, потому что не всегда возможно его сделать, но, по крайней мере, надо стремиться. Само устройство общества таким образом создано сейчас, что мы не можем полностью делать всё, как надо. Например, Меды объясняют, что для того, чтобы была хорошая возможность развиваться у человека, ему надо рано утром, встав, в первую очередь, заниматься развитием разума, потому что разум – это единственная сила, которая меняет судьбу у человека. Что такое разум? Это… Разум проявляется… То есть я не буду… Это целая лекция большая, у меня есть книга, два тома вот таких толстых, называется «Развитие разума». То есть там очень сложная тема. Ну, в целом, разум – это разум соткан из знаний, это тонкая составляющая нашей психики. Разум управляет умом, чувствами, телом. Разум – это как бы самая вершина управления, это как центр управления полётом, допустим, на Байконуре. Вот. То есть это самая главная составляющая нашей жизни – разум. И он имеет вдохновение, имеет решимость, имеет цель, имеет веру. Он имеет понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Разум имеет волевые функции, имеет память и так далее. То есть разум – это всё означает разум. Разум – это такая составляющая нашей жизни, которую надо всегда включать, чтобы что-то сделать. Если, допустим, жизненно по накатам он течёт определённым образом, как вы думаете, в это время разум активно работает или нет? Нет. Разум активно работает тогда, когда нам надо что-то вставить в нашу жизнь, что-то изменить. Часто люди не могут ничего изменить в своей жизни. Почему? Потому что они находятся на умственной платформе. То есть их психика, она привыкла жить на умственной платформе, а это означает, что вот вся среда, которая существует внешне, она будет стопроцентной, оказывает на нас влияние, и мы никак не сможем ей противостоять. Если говорить об этой среде и вернёмся, допустим, к планетам, то веды объясняют, что у нас в тонком теле есть в уме такая функция, есть такая глубокая глубинная память. На санскрите называется «Моха Бхага», то есть это источник нашей судьбы. То есть там находятся наши прошлые поступки, наши желания там находятся, в этом как бы резервуаре психической энергии. То есть это глубинная память или библиотека нашей судьбы. Там находятся все наши поступки и желания, которые мы совершили во всех наших жизнях. Поднимите руку, кто считает, что он живёт только одну жизнь. Родился, пожил и больше меня нет. Вот я родился сейчас, пожил и больше меня нет. Поднимите руку. Не так много. Вот. Веды считают, что жизнь не одна. То есть человек не умирает после смерти тела, отдав концы, не умирает насовсем. Как говорит Высоцкий поэр. Да кто-то поднимал руки, поднимите руку. Не бойся, я ругаться не буду. У Вас кто-то умер, тело оставил в течение нескольких лет? Есть кто-то? Или все живут постоянно? Молодой человеку. Да? Еще раз. Ну, кто-то тело оставлял, кто-то умирал, кто-то не так давно, из Ваших родственников. Всё нормально. А кто вот поднял руку, что он считает, что живёт один раз, и кто-то умер и знакомый? У Вас, да? Вон сзади вот мужчина. Давайте с Вами пообщаемся над этим. Как зовут этого человека? Александра. Это кто Вам? Кто он? Кем там ходится? А? Александра бабушка. Она достаточно такой образованный человек был, да? Так? Она преподаватель, что ли, была, Виктор? Ну, Вы согласны, что она эрудированный человек, то есть много изучала, там, и так далее. Да. А как я это узнал? Да? Как? Я сказать? У неё было широкое лицо, да, такое? Так? Да. И она полноватая немножко так была, но не сильно. Так? Да. Крепкий такой, крепкий характер, крепкое телосложение. Так? Да. Всё, да. Вы знаете, Ваша бабушка уже родилась на Земле. Я думаю, что это где-то, то ли Восток, то ли где-то в Восточный Сибирь, то ли там дальше чуть-чуть. Ну, я не могу точно сказать место, но где-то в этом направлении, по крайней мере, я могу сказать. Я очень хорошо её воспринимаю сейчас. И, как бы, и через ваш ум я понял её психику, её характер, и могу даже сказать причину её смерти. Я вижу, что, скорее всего, она умерла от инсульта, который был в левом полушарии и повлиял на работу сердца. То есть смерть произошла в результате остановки сердца и произведения в мозг. Так или нет? А? Так и было. Видите, как много можно узнать просто потому, что человек назвал имя родственниками. Как Вы думаете, с чем это связано? Откуда такая возможность? Это связано с тем, что ум имеет тонкую природу. Энергия ума, она распространяется во все направления. То есть эта энергия имеет совсем другую природу. Она гораздо быстрее скорости света. То есть через энергию ума можно быть связанным с любым человеком на этой земле. И это несложно сделать, достаточно немножко потренироваться. И на самом деле веды объясняют, что тонкое тело или энергия ума, она не умирает. Вот эта тонкая энергия, тонкая субстанция умственная, она не имеет смерти, она живёт постоянно. И как бы я вряд ли Вам доказал сейчас тем, что я как бы продиагностировал по его голосу, чем занимается сейчас бабушка. Вот. Она сейчас уже не бабушка, она уже, она родилась в мужском теле. Так или иначе, она чем-то сейчас занимается. То есть ей уже сейчас несколько лет. Кстати, он мне не сказал, когда бабушка умерла. Но это было не вчера. То есть, насколько я могу понять, ей уже сейчас вот в этом, в новом теле уже где-то 4 года. То есть, лет 6 назад умерла бабушка? А? 6 месяцев. 6 месяцев? Ну, я могу ошибаться, конечно. А может встречаться? А? А может встречаться? Ну, так или иначе, она вот уже родилась там, похоже. Да? А разве могут, так быстро, перерожаться? Да. Мой опыт показывает, что, когда человек идёт, если на адские планеты, на низшие планеты идёт душа, там жизнь очень быстро протекает. Там у нас, там, у нас проходит один месяц, там проходит год. Ну, такая скорость. Ну, так или иначе, важно то, что, в принципе, есть связь, можно понять человека, это значит, что он есть. Если бабушки нет, как бы я узнал, что с ней происходит. Бабушка осталась. Я могу, конечно, не всё это точно сказал, я могу какие-то ошибки совершить, потому что это такая тонкая область, её трудно, вот, прям, точно всё вот. Ну, некоторые люди могут всё очень точно доделать. У всех разные возможности, способности, кто-то больше тренируется, кто-то меньше. Но, так или иначе, я абсолютно убеждён в том, что есть прошлые жизни, есть следующая жизнь, потому что я это могу видеть. Недавно, где-то полгода назад оставил тело один мой знакомый, я видел, как тонкое тело сворачивается в области сердца. Я видел, как тонкое тело вместе с душой выходит из тела. Я видел, что дальше происходит с этой Личностью. Ну, то есть, это реально всё есть. Я могу вам очень легко доказать, что это всё существует, потому что если человека нет, то он, ну, то не будет никаких реакций происходить в момент смерти, понимаете? То есть, умер человек, и всё. И память, память — это что такое? Это сила, связывающая нас с чем-то. Что такое память? Почему она держится? Потому что есть связь. Допустим, если между родственниками очень сильная связь, поэтому воспоминания, они очень активны. То есть, человек может очень сильно переживать, когда-то что-то вспоминает. Так или нет? Смотрите, у некоторых людей, после того, как некоторые люди выполняют свой долг перед родственниками всю жизнь, и когда тело оставляет близкий человек, жалко, что он ушёл, но нет вот этого чувства «А-а-а, я должна что-то сделать». Есть чувство благодарности человеку, чувство глубокого отношения с ним, чувство, что он есть, чувство, что у него всё хорошо, но нет такого, что вот как бы раздербанивает сознание, очень тяжело жить. Поднимите руку, у кого сейчас такое состояние. Родственник ушёл, но в сердце всё спокойно. Раз, два, три. Вот, достаточно много. Вот. Теперь поднимите руку те, у кого родственник ушёл, но сердце не на месте, так тяжело, что-то надо делать. Вот есть несколько человек. Знайте, что это значит, что вам что-то надо делать. Это значит, что нужна помощь этому человеку, нужно молиться за него. То есть, молитва — это сила, которая очищает сознание. Но это другая тема, мы не будем сейчас её обсуждать. Если человек чувствует, что надо что-то делать, значит, надо что-то делать. Это реальный факт. Понимаете? То есть, надо помогать этому человеку, потому что там тяжелее, чем здесь. Первое время, там, веды объясняют, 10 дней происходит формирование нового тонкого тела. Потом дальше человек может на низшие планеты попасть, там идёт отработка кармы очень сильная. И там нужна помощь тоже. Часто до года это длится. Потому что год, насколько я понимаю, один год означает целую жизнь там, на низших планетах. Ну то есть, мы с этим не сталкивались, поэтому мы считаем, что этого нет. Но я это изучаю, поэтому я вам говорю, что это есть. Я просто, конечно, за одну вот пять минут я вам не смогу это доказать, но вам надо изучать эту тему просто. По этим ощущениям человек может понять. Ощущения также меняются. У меня, у одного моего коллеги, мама жены не так давно оставила тело. И ей было тяжело. Они с женой начали молиться за неё. Четыре месяца молились, и я сказал им, что всё. То есть, она освобождена от страданий, сейчас ей будет лучше уже. И буквально через несколько дней дочке снится сон. Мама пришла, улыбается, сказала спасибо, моет ручки, помахала и дальше пошла по своей судьбе. То есть, ощущения совпали. То, что я почувствовала, она почувствовала сердцем. У них на сердце радость, облегчение возникло. То есть, маме стало лучше, они почувствовали. Это реально. Понимаете? У кого была такая ситуация в жизни, что... А мигание уже отключилось? Ага. Хорошо. Это барабашка, наверное, там какой-то. Говорят, что это всё как-то спонтанно происходит. Ну, барабашка успокоился и... Ничего, никого мигания. Ну, это шутка. Итак, спасибо вам за работу. Итак, смотрите, то есть, состояние может меняться. То есть, иногда чувствуешь, что нужно что-то сделать для родственника, который оставил тело. А ты, когда делаешь, потом раз, происходит ощущение, что всё нормально, теперь всё хорошо. Мы сейчас о другом с вами поговорим. Есть ли из вас, видите, 600 человек в зале, есть большая статистика, можно проводить статистику. Есть ли у вас люди, кто вот почувствовал, что близкому человеку плохо, не так давно, допустим, это произошло, позвонил, и правда, ему нужна помощь, поднимите руку. Есть такие люди? Вот посмотрите в зал. Видите, значит, связь есть, но человек 20-100. Да, из живых, из живых. Из живых, нужна помощь. Я фамилию изменил, у меня теперь фамилия Гробовой. Наша лекция другая будет. Итак, видите, человек 20 поднял, ещё раз, из живых людей, ещё не стало плохо. Человек 20 поднял руки, видите? То есть это больше даже. Это означает, что энергия ума есть, мы связаны на уровне ума друг с другом. Очень ярким доказательством это является любовь. Когда человек влюбляется, близкого человека нет рядом, но ощущение от него идёт. Он чувствует его присутствие очень сильно. И он думает постоянно, даже спать не может. Он хочет заснуть, но не может. Сердце горит. Связь вот эта, она через сердце идёт в уме. Ум находится встать вот здесь, в сердце. Ум не в голове находится, как мы думаем. Главой ум думает, а сам ум, центр ума находится в сердце. Ум состоит из характера. То есть энергия ума, главное, это энергия характера. Наш характер, такой уж у меня характер особенный такой. Это энергия ума означает. Так вот, к чему я это всё говорю? Потому что вот эта энергия ума, умственная энергия, она на самом деле является основой счастья и страданий в этом мире. Потому что у нас есть глубинная память, вот здесь сердце. И эта глубинная память, она связана с планетами, которые движутся. И когда планеты встают в определённое положение, то они энергией своего характера вышибают как бы оттуда, выводят из глубинной памяти энергию определённую, которая начинает влиять на нашу жизнь. И причём влияет интересным образом. Сначала она влияет на других людей, на наше окружение, а потом уже через это окружение влияет на нас. Чаще всего так происходит. Поэтому мы не знаем, почему все отрысились вокруг, почему так плохо жить стало, почему все плохо ведут себя со мной. Потому что так действует судьба. Эта энергия может так начать действовать изнутри. И мы ничего с этим не можем сделать. И у людей бывают хорошие периоды в жизни, бывают плохие. И с этим тоже ничего невозможно сделать. Вот, допустим, на четвёртом ряду, раз, два, три, четыре, вот женщины. Вы, вы, да, вы, да. У вас сейчас тяжёлый период идёт. У меня день рождения чуть дескать дней. К счастью, день рождения только раз в году. Я просто почему, примеры привожу, чтобы вам было наглядно, что это есть, что эта работа кому-то хорошо сейчас, кому-то плохо. У всех разные периоды в жизни сейчас. Поэтому кому-то лучше, вот женщина, девушка на втором, на первом ряду сидит. Вы. Не вы, а вот ряд. Вы, да. У вас сейчас лучший период пошёл, вам легче жить стало. Так или нет? Или вы не заметили ещё? Да, вот она. Хорошо, неплохо. О, видите, когда хороший период идёт, человек говорит, нормально. Когда плохой период. Хороший, нормально. Не были мы ни на каком тайге, нас здесь неплохо кормят. Нормально всё. Мы к хорошему быстро привыкаем очень, а плохое вызывает страдания. В этом наша проблема заключается. Мы не ценим то, что нам Бог даёт хорошего, и очень сильно переживаем от того, что плохое происходит. Ну ладно, это не важно. Важно то, что есть плохие, хорошие, есть плохие периоды, есть хороший период, потому что планеты движутся по кругу, и в этом движении есть крайние точки. Крайняя точка плохая, крайняя точка хорошая. Поэтому веда сравнивает, что жизнь человека течёт волнами. Есть период жизни хороший, потом плохой, вот волны такие вот текут в жизни. И веда описывает, что всё в этом мире устроено циклично, циклами. Допустим, мы не верим, часто некоторые не верят, что есть жизнь после смерти. На самом деле, когда мы засыпаем, это тоже, веда объясняет, что это тоже частичная смерть. Мы же ничего не делаем в это время. Нас как будто нет, мы забываем себя. Потом опять мы просыпаемся и опять начинаем себя понимать, ощущать как Личность. Точно так же веда описывает, что точно так же человек меняет тело. Он сначала забывается, в какое-то время в забвение уходит, а потом начинает восприниматься по-другому. Вот так протекает жизнь в этом плане. То есть нет здесь ничего удивительного, потому что эти циклы существуют даже в этой жизни. Мы даже в этой жизни забываемся каждый день на время. Поэтому так есть ещё и большие циклы. И всё в этом мире устроено циклами. Например, есть циклы прижима дня. Вот даже сам день он циклично устроен, потому что всё в этом мире движется по кругу. И мы знаем электроны вокруг атома, Земля вокруг Солнца и так далее. Даже в Солнечной системе веды объясняют, циклично движется вокруг определённой оси нашей галактики. Ну, может быть, учёные этого пока не знают, но так или иначе в ведах это описано. Даже расстояние до этой оси описано. Ну, то есть веды — это серьёзная наука, там много фактов известно о том, как мы живём и как надо жить. Так вот, кстати, вот этот период прохождения Солнца по кругу вокруг этой оси равен одному году. И благодаря тому, что этот период существует, ведические учёные очень легко рассчитали орбиту Солнца, орбиту Солнечной системы вокруг этой зоны. И по этой орбите потом они рассчитали размеры нашей галактики. Ну, то есть есть эти расчёты, приводится, как это делается. Интересная наука. Ну, то есть год, год Солнца проходит, месяц Солнечной системы, вот этот круг вот. Ну, ладно, неважно. Важно то, что всё происходит циклами, и нам надо понять, что нам надо в гармонии с этими циклами жить. Если мы из гармонии с этой выходим, то никакого счастья в жизни не будет, потому что счастье означает гармония, означает баланс. Если человек не встаёт до 6.20 утра, он не может быть счастливым, потому что начинают происходить деструктивные, необратимые, ну, вернее, опратимые, мы же живём, мы можем исправить. Но в этот момент они всегда происходят, всегда в одном и том же направлении. Изменения, разрушающие нашу жизнь. Какие изменения, я их перечислю сейчас. В результате того, что Солнце движется вверх, у нас должна активизироваться энергия, мы лежим внизу. Иногда это бывает неизбежно, то есть мне пришлось спать, лечь вот сейчас перед лекцией, потому что у меня была бессонная ночь. Но так или иначе, всё равно это не означает, что организм выздоравливает в это время. Понимаете, то есть сон нужен разуму на самом деле, и отдых телу нужен. Ум не спит, он всегда бодростью, ведоописывает это разум. Спит. И вот это отключение сознания означает безбольное такое состоять в нашей психике. Это означает отдых разума. Ум, он всё равно, если ему чего-то снится, он постоянно активен. Он не может отключаться, потому что он контролирует всё тело, весь организм. Так как сердце не останавливается, так же и ум не останавливается. И это объясняет, что даже само сердце бьётся от активности ума. То есть от души идёт желание жить в этом теле, желание жить идёт от души. Это желание проникает в ум, а ум заставляет психическую энергию влиять на нервную систему, а нервная система уже заставляет сердце биться. Понимаете? То есть желание души заставляет в конечном счёте сердце биться. И все вот эти вот структуры психические, которые в промежутке находятся между душой и сердцем, они никогда не спят. Никогда не спит душа, она желает жить. Ну то есть она, веды объясняют, что это не совсем нормально, просто желать жить. Нужно ещё учиться жить. Ну то есть это другой вопрос, более сложный. Дальше. Второе. Не спит психическая энергия. Она всегда активна. У нас всегда идёт активная работа психической энергии в организме. Не спит ум и не спит сердце. То есть всё это активно движется, активно живёт. Но разум отдыхает. И тело, физическое тело тоже отдыхает. Не всё правда. Но так или иначе, надо понять, что отдых и работа, активность — это важная составляющая гармоничной или счастливой жизни. Если человек не знает, как это всё работает, то он не сможет быть счастлив. Например, Луна заставляет разум отдыхать ночью. Разум — это сила, которая даёт возможность работать над собой, попросить прощения, даёт возможность поменять свою жизнь, даёт возможность принять решение. Она связана с памятью. Вы помните, это юмористку, он говорит, доктор-пациенту говорит, где-то я вас уже видел, а тут просто отвернулся. То есть память отсутствует. Это значит, что доктор, наверное, не вовремя спать ложился. Потому что память меняется от того, что человек не соблюдает режим дня, он становится слабее намного. Человек уже всё забывать начинает или он просто, у него внутренняя работа над собой, внутренняя часть деятельности, внутреннее сознание намного меньше, чем внешнее сознание работает. В результате память истощается, потому что память — это функция разума. Разум восстанавливается в результате внутренней деятельности и истощается в результате внешней деятельности. Понимаете, нужна внутренняя деятельность, которая совершается рано утром. Когда человек поднимается с постели, встаёт рано утром, он должен развивать разум. Развитие разума происходит в результате соединения человека с целью его жизни, с источником счастья. Это соединение происходит в результате повторения. Повторение одной и той же фразы, которая энергетически соединяет его с источником счастья. Допустим, если человек любит пиво, то он должен рано утром встать, сесть, вот так выпрямиться, прямо сесть, повторять. Пиво. Пиво. Но чтобы очень глубоко погрузиться в источник счастья. И он будет чувствовать радость внутри, в сердце. И, допустим, человек целью жизни своей считает, девочка моя синеглазая, не могу там как и прожить без тебя, что-то такое. Вот. То он садится, допустим, в медитацию с утра, он повторяет, Наташа, Наташа, Наташа. Ну, то есть, и так он сможет соединиться, связаться с источником счастья своего. Разум от этого устойчивым становится, направленным. Ну, вот сегодня подойду. Уже он решение принимает. Вот. Виды говорят, что эти источники счастья имеют временную природу или даже вредоносную природу для человека. Виды объясняют, что единственный правильный источник счастья — это высшая истина. То есть надо понять, что этот мир, он имеет гармоничную природу, создан Богом, виды говорят. И поэтому человек должен найти какое-то отношение с Богом, какие-то установить. Поэтому с утра большинство разумных людей читают молитву. Или если человек не имеет отношения, допустим, личное с Богом, он может повторять, я желаю всем счастья с утра. Потому что разум должен соединиться с энергией счастья, которая как бы есть в этом мире. Очень нужно каждому из нас знать, что счастье есть. Когда человек знает это, он начинает повторять, я желаю счастья вам, счастья в этом мире и в общем. То есть он начинает отдавать уже. Потому что сначала, когда ты счастлив, сам счастье поделись с другим. То есть человек сначала сам наполняется энергией счастья, потом ее начинает отдавать. Это происходит в результате внутренней деятельности. И она активно возможна только в раннее утреннее время. Вечер предназначен для отдачи энергии, а не для принятия ее. Вечером человек отдает энергию любви в семью. Днем человек должен отдавать энергию в общество, то есть он работает. Вечером человек отдает энергию в семью. Ночью человек восстанавливается под цветом Луны. Он восстанавливает свои силы. И утром человек набирается сил с помощью молитвы. Поэтому я объясняю, что самое важное время в течение жизни — это утреннее время. Оно самое ценное, и поэтому если человек утром спит, значит он зря прожигает свою жизнь фактически. То есть он тратит напрасно время в своей жизни. Некоторые люди думают, что самое важное время — это вечер. Поэтому они не ложатся спать, стараются больше наполниться энергией любви, энергией взаимоотношений. «Знаю я теперь, что ночь сильнее дня». Вот такие песни есть, поэтому эта тема. То есть они думают, что в этом смысл заключается. Но люди так в этой деятельности — это хорошо. Ночь. Наступает ночь. Зайдет им мать. И так далее. То есть это хорошо всё. Но это истощает. И люди, когда поздно ложатся спать, они постепенно становятся такими бледными, худыми, нечастными, замученными судьбой. Почему? Потому что психика истощается, потому что мы постоянно отдаём, энергию любви отдаём. Но надо восстанавливаться. Веды объясняют, что отдавать надо максимум до 10 часов вечера. Не сегодня. Сегодня у нас исключение, потому что в Москве в 6 часов собрать людей невозможно. Вы знаете, почему. Все поздно заканчивают работу. Но сегодня у нас будет отступление от графика. Тем более я вообще не спал. Ну и всё. Что делать? Будем выживать как можем. Сегодня у нас встать лекция о концертах. Он неправильно формировали. Сегодня будет концерт на тему. Работа над собой. То есть самосовершенствование. Ну, чтобы вам было веселее. Итак, важно знать, что если мы не копим в жизни, то мы не сделаем счастливыми ни себя, никого вокруг. Для того, чтобы все были счастливы, надо для этого наполниться счастьем. Допустим, для того, чтобы не прочитать эту лекцию следующей, которые где-то будут читать, я должен был съездить в святое место и помолиться по 8 часов в день, для того, чтобы наполниться энергией счастья, чтобы потом её отдавать. Понимаете? Если ничего нет, нечего отдавать. Поэтому очень ценно это знать, что каждый день нужно делать это. И так надо вставать рано, для того, чтобы жить. Потому что если человек встает поздно, жизни никакой нет. Если человек встает в 7.20, вот сейчас по зимнему времени, потому что летом будет попустительство, там перейдут время, и получится уже до 7.00, до 20.00 можно как-то поспать максимум. Вообще лучше вставать до 6.20. Лучше всего молитву начинать, когда энергия Солнца перевешивает в 6.20, уже энергия Солнца начинает повышаться, и в это время увеличивается внешнее сознание, то есть начинает увеличиваться внешняя деятельность человека в психике, ему же молиться становится тяжело. В это время с 6.00 до 8.20 где-то очень хорошо запоминать. В это время хорошо учиться. То есть, ну допустим, студентам что-то изучать, или умственную деятельность самую глубокую совершать с 6.20 до 8.20 утра, лучше всего. Это самое лучшее время для анализа, для того, чтобы аналитические функции работали. Но где-то с 4.00 утра до 6.20 очень хорошо молиться. Если человек очень тяжело трудится физически, вряд ли он сможет нормально для своего здоровья вставать в 4.20. Ну допустим, или там ближе к этому времени. Может быть в 5.00 нормально. Хотя бы, допустим, с 5.20 молиться там до 6.20 час, допустим. Кто-то может 2.00 часа в день молиться, позволить себе. Это очень хорошо. Но хотя бы полчаса в день надо обязательно погрузиться в медитацию, иначе человек теряет удачу. Если до 6.20 человек не молится хотя бы полчаса в день, то он не сможет понять, когда приходит плохой период в жизни, какая-то опасность, тяжелая ситуация в жизни приходит, он не сможет это почувствовать. А это означает, что он становится неудачником. То есть он не понимает, что жизнь дает трещину, что-то тяжелое происходит. Не может это понять, потому что он не погрузился во внутреннее сознание. Веды объясняют, что вот здесь, в области сердца, находится Душа. Там же находится в области сердца центр ума, центр разума, центр психической энергии человека. Там находится истинное эго человека. Истинное эго — это означает правильное понимание себя как Личности. Мы чуть-чуть об этом тоже будем говорить. Там же находится сверхдуша или представительство Бога, или голос истины, или голос совести, или ощущение счастья, или энергия правды, которая существует. Есть правда или нет? Она здесь, правда. Мы знаем, правда здесь. То есть это все находится, это не я. То есть есть я в области сердца, есть не я. Энергия правды — это не моя энергия. Это энергия, которую я должен понять, должен приложить усилия, чтобы в контакт с ней вступить. Энергия совести, энергия счастья, интуиция, как мы говорим, это все одна и та же энергия, она исходит от сверхдуши. Это энергия высшей истины, которая стоит выше нас, отдельно от нас существует. И если человек утром не соединяет себя с этим источником истины, если он с утра эту деятельность не проводит, то не факт, что он сможет точно догадаться о том, что происходит в его жизни прямо сейчас. Потому что мы очень сильно пригружены своим пониманием своей жизни. Мы как бы на волне на какой-то отживём, и нам кажется, что эта волна вечно будет происходить. Но события, они зависят от изменений пространства. То есть планеты могут в каждую секунду по-разному вставать, и неожиданно происходят какие-то изменения, жёсткие очень в судьбе, и мы не успеваем реагировать. В результате проблемы начинаются. Знаете, что веды объясняли? Принцип непобедимости воина. Мы все сражаемся за свою судьбу, но есть люди, которые в сражении, в боевых действиях участвуют. Знаете, какой воин непобедимый? Тот, который всегда находится во внутреннем сознании. Он вообще, то есть для него сражение является действием второстепенным. Он находится в отношении с Богом, понимаете, внутри себя. А всё, что внешне происходит, он как бы на втором плане для него. И поэтому, когда стрела летит сбоку, он её чувствует, потому что сверхдуша ему говорит, опасно, там опасность. И он раз, тыкнулся, стрела пролетела. Понимаете? То есть поэтому он и непобедимый, потому что он находится во внутреннем сознании всегда. Ощущение страха — это выход из внутреннего сознания. Ощущение напряжения — выход из внутреннего сознания. Мечты. Да, человек мечтает. Это выход из внутреннего сознания. Внутреннее сознание — это сознание, в котором человек чувствует себя очень активным, счастливым, бодрым, жизнерадостным, трезвым, осознающим себя как Личность. Трезвым означает, что всё очень ясно воспринимается. Но для русского народа, конечно, это ещё кое-что означает. Я не имел это в виду вообще. Итак, нехватка возможностей контакта с внутренним сознанием является причиной наших страданий основных. Потому что мы не получаем ни для себя достаточное количество счастья, ни для тех людей, которые находятся рядом с нами. Утреннее время — самое важное время в течение жизни. И следующее. Надо знать, что где-то до 9 часов утра человек может провести анализ своей жизни. Если он в это время не сделал, потом Солнце поднимается выше, и энергия Солнца, энергия активности, энергия деятельности психики становится настолько сильной, что уже аналитические функции, они сильно связаны с функциями Луны. Потому что Луна, она обладает особой энергией, необходимой для спокойствия. То есть ночью Луна психику успокаивает разум. И когда рано утром человек просыпается, допустим, с 4 до 6.20, ну в Москве, мы говорим про Москву сейчас. Вообще, если говорить про Солнце, то солнечное время 6 утра означает, что начинается повышение энергии деятельности психики в разуме, в теле и так далее. Итак, если человек встаёт раньше, допустим, в 5 утра или в 4 утра, то у него влияние Луны в это время сильнее, влияние Солнца слабее. И Луна, она отвечает за спокойствие и за внутреннее сознание. Когда человек спать ложится, засыпает, он тоже внутри себя уходит. Но этот уход внутрь себя, он имеет определённые проблемы, потому что в это время мы себя не понимаем, мы себя не осознаём. Но если человек проснулся, и он остаётся во внутреннем сознании, вот это время является самым ценным в жизни, потому что в это время он может энергию счастья изнутри и наружу вывести. То есть он может в это время её энергию счастья почувствовать. Часто бывает так, иногда бывает так, что человек рано встаёт, и он о чём-то хорошем думает, потому что для того, чтобы настроиться на эту энергию счастья или разум в правильное состояние ввести, для этого надо очень позитивно настроиться. Человек, допустим, в позитивном настроении, рано утром выходит на улицу, смотрит на звёзды, допустим, и он чувствует, как прекрасен этот мир. Поднимите руку, кто хоть раз в жизни это почувствовал, вот рано утром. О, нормально. Нормальное количество. Это означает, что вы почувствовали вот это самое удивительное, что может быть в этой жизни, и надо вообще каждый день это чувствовать, потому что счастье от этого состояния потом распространяется на весь день. Итак, это связано с энергией Луны, и поэтому человек должен основную часть медитации проводить до 6.20 утра. Это очень важно, это очень ценно знать. Поэтому вставать надо даже раньше, чем в 6.20. В 6.20 стоят те, кто хотя бы хочет быть здоровым, потому что, когда человек не встаёт в 6.20, то у него начинает портиться здоровье, энергия огня начинает повышаться в организме, и записывайте, что в результате происходит. Первое. Снижается воля. Самое первое, что происходит, снижается воля. Человеку тяжелее работать над собой. Он говорит, «Не встой ноги, встал». Означает, нет волевой силы справиться с кармой, с характером, с энергией, которая идёт изнутри. Например, мы утром просыпаемся, часто чувствуем, допустим, что-то нехорошо на душе, плохое настроение. Значит, плохая карма вышла из сердца. И если человек встал уже после 6.20, то, значит, поезд прошёл, эта карма уже в результате влияния солнца, который вводит сознание наружу, эта энергия уже пошла в жизнь. Понимаете? Мы уже не можем ей управлять. Вот когда, допустим, мы встали до 6.20 утра и помолились, то мы эту энергию, что с ней сделали, которая вышла из глубины ума? Мы её тю-тю, мы её сожгли с помощью молитвы, энергии. Когда человек соединяется с источником счастья, он сжигает эту энергию, карму, которая исходит изнутри и таким образом облегчает себе жизнь. Понимаете? То есть простой метод. Каждое утро помолились, сняли с себя напряжение вот это психическое, стало легче жить. Всем вокруг тоже. Мы помогли, потому что все страдают не от того, что мы не помогаем, а от того, что мы им мешаем. Понимаете? Мы мешаем просто своим присутствием всем вокруг. Потому что из нас исходит вот эта энергия кармы. И мы должны хотя бы просто облегчить их жизнь, близких людей, с помощью молитвы утренней. Дальше. Первое, что происходит, если человек позже встает, у него снижаются волевые силы, у него портится настроение от того, что карма накапливается. Это второе, что происходит. Третье, что происходит, у него начинают нарушаться защитные силы организма, то есть склонность к простудным заболеваниям увеличивается, склонность к различным воспалительным процессам, увеличить, тем более, что накапливается энергия деструктивного огня в организме. Сначала она накапливается в тонком теле. Это означает повышение обидчивости и гневливости в психике. Если у человека большая склонность к женскому характеру, то, ну, женское тело, допустим, женский характер часто это идет в сторону обидчивости, капризности и чувствительности повышения. Когда женщина рано-поздно встает с постели, она становится очень чувствительной, обидчивой и ранимой. Если мужчина поздно встает, то у него повышается гневливость и неуправляемость психическая, то есть какие-то резкие действия начинают совершаться в жизни, которые он не может сам контролировать в себе. Следующее, что происходит, если человек, допустим, склонен поздно вставать, то у него постепенно со временем нарушается работа гормональных функций, особенно если он встает уже не в 6.20, не в 7.20, а где-то после 8.20. Это значит, что уже гормоны начнут работать плохо, это значит, что у женщин мордочка станет некрасивой, мордочка лица станет некрасивой, вот, а у мужчин нарушение гормональной функции ведет к тому, что тю-тю. Тю-тю происходит, понимаете, со временем. никакие сексопатологи не помогут. Пока рано не начнет вставать, тю-тю будет продолжаться, потому что энергия скапливается, огня, в половых центрах, и это вызывает перевозбуждение в половых центрах, поэтому прежде времени сильное извольжение происходит, или вообще развивается импотенция. Ну, то есть, это серьезно, серьезно, как бы, заявление для многих присутствующих в зале. Вообще, зря на лекцию пришли. надо рано вставать, начинать. Вы живыми отсюда не уйдете, я вам все равно же докажу. Есть много фактов. Ну, ладно, дальше пойдем. Значит, если человек встает еще позже, и где-то, вот смотрите, если взять, допустим, 6-20, 12-20, да? То есть, середина, это где? 9-20, да? Середина между этим. После 9-20, если человек встает, значит, уже влияние на здоровье, на характер заканчивается, начинается влияние на судьбу. Это значит, что начинаются плохие события накапливаться уже в жизни. То есть, после 9-20 вставать, это уже все, это уже бред. То есть, это склонность к психическим заболеваниям увеличивается. Если взять, допустим, психически больных людей, я проводил такой анализ, 90% тех, кто болеет шизофренией, эпилепсией и так далее, другими тяжелыми психическими заболеваниями, просто физически не могут рано лечь встать, лечь спать и рано встать с постели. Они естественным образом встают после 9-20 утра. Это означает, что их разум очень слаб и психика не способна жить в нормальном ритме. Понятно? То есть, они волей и волей гробят свою жизнь таким образом. Именно свою судьбу имеется в виду. То есть, психика не может нормально работать, если человек встает после 9-20 утра. Все. Никаких шансов нет нормальной жизни. Значит, в это время примерно человек уже должен переключаться на деятельность, которая связана с обществом, с этим миром. И вообще самое идеальное время, конечно, очень много энергии отдавать людям. Это время, которое идет уже после Зенита. После 12-20 дня, после полдня человек очень много силы отдавать энергии людям, потому что сама энергия Солнца, она уже в это время максимально насыщена, и Солнце начинает уже потихоньку идти вниз, и в это время человек уже до этого наполнялся энергией Солнца, а сейчас он должен ее отдавать уже. То есть, с 12-20 надо уже отдавать. Сначала до где-то с 6-ти вечера мы отдаем, до 6-ти 20-ти вечера мы отдаем обществу, а с 6-ти 20-ти надо отдавать семье, до где-то 9-ти 20-ти до 9-ти 20-ти 10-ти часов вечера человек отдает семье, потом надо уже энергия Луны в это время начинает возрастать, и уже человек должен ложиться спать. Если человек живет в благостном месте, это не Москва, благостное место означает деревня, то есть не там, где все в запое находятся, это обычная русская деревня, там все где квасят, не знаю, это как бы теоретическая деревня такая, в которой все должны заниматься какой-то деятельностью благоприятной, молиться Богу, заниматься сельским хозяйством, еще что-то такое. Есть у нас такие поселения сейчас создаются благостной жизнью, но в основном люди в страсти или в невежестве живут. Страсть означает сильная занятость, чрезмерная занятость, невозможно расслабиться. Невежество означает наоборот деградация, человек или в криминальной жизни живет, или просто не работает, бездельничает и испивается потихоньку. Ну то есть два вот таких варианта, или страсть или невежество в нашей жизни преобладает. Если человек в страсти живет, ему надо спать не меньше 7 часов, поэтому 7-8 часов, причем женщинам 8 часов. Мой опыт показывает, практика показывает, что женщинам в Москве высыпаться меньше, чем за 8 часов очень трудно, для этого надо разум очень сильно иметь. Поднимите руку женщины, которые высыпаются за 6 часов. Есть такие? Можно памятники ставить. те, которые за 7 высыпаются под ними. Хорошо. А те, которые за 8 не высыпаются под ними. Это значит, что у вас тяжелый период жизни идет. 100%, 100%, я вам гарантирую. А те из вас, которые поздно ложатся и поздно встают и не высыпаются за 8 часов под ними в ветер. А это означает у вас нет знаний, как жить правильно. Потому что чем позже человек ложится, тем тяжелее ему выспаться. Понимаете? Чтобы выспаться, для этого надо ложиться раньше и вставать раньше. Тогда человек чувствует себя бодрым, он реально высыпается. Если человек ложится позже и встает позже, он наоборот от этого еще тяжелее жить становится. Он наоборот становится еще более разбитым. то есть знания спасают человека, дают человеку возможность быть счастливым, бодрым и сильным. Понимаете? Увеличить свою энергетику можно вот так, очень просто. Просто поменять время укладывания и время вставания. Все. Энергетические возможности человека возрастают несколько раз от этого. Просто одного этого факта. Нормально выгляжу. Но я 16 часов пройгал в дороге для того, чтобы сюда приехать сейчас. Это благодаря вот той деятельности, которую я вел до этого. Понимаете? То есть энергия скапливается и она дает возможность человеку сильно жить, сильное сознание иметь. Итак, дальше поехали. То есть правильный уход ко сну и правильное пробуждение дает человеку силу разума. То есть разум немедленно становится крепким. Почему? Потому что ночью он наполняется силой, а днем он как бы в активную фазу входит. То есть человек может активно использовать свой разум. Таким образом есть две как бы два варианта, когда разум становится слабым. Первый вариант очень редко встречается, когда человек ложится спать очень рано и встает соответственно поздно. Это означает невежество. Люди в пессимизме, в депрессии часто в 7 часов вечера спать ложатся и в 7 утра встает и по 12 часов спят. Чаще всего встречается другой вариант. Человек ложится очень поздно и встает поздно. Это значит, что человек живет в страсти. И что в этом варианте во втором происходит с психикой? Она постепенно напрягается, сначала напрягается, потому что когда человек поздно ложится, что происходит? Ему не хватает энергии луны, означает, не хватает энергии расслабления, покоя в жизни. И нет нам покоя, гори, доживи, погоня, 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 горячей, гры-гры-гры-гры-гры-гры-гры-гры-гры-гры. Московская жизнь. Вот. Это концерт продолжается. Вот. То есть это означает как раз тот момент, что это не означает, что мы очень заняты, это означает, что разум стал слабым. Потому что как проявляется сила разума, в чем она выражается? В спокойствии. Да, человек удовлетворил жизнью, он бежит куда-нибудь или нет? Он может действовать активно. Вот давайте сравним два человека, два бегут вместе, два человека. Оба бегут длинную дистанцию, допустим. Один бежит такой раз, раз, такой, раз, два, три бежит, он счастливый, радуется всем, ручки машет, так, ну хорошо, он бежит просто. Второй бежит к цели, хочет убедить. У него психика напряжена, глаза квадратные, вращают. Бежит. Как вы думаете, в таком состоянии сколько можно пробежать? Я помню, как-то у нас были соревнования в восьмом классе и я хотел сильно первое место побегу занять. Вы знаете, я сдох, еще не начал бежать. Я приготовился бежать, чувствую же силу, мне так сильно хотелось победить. Все силы кончились из-за того, что просто я хотел победить. Я начал бежать, и сам последний прибежал потом. У меня уже не было сил, во время уже бега, все. Всю энергию отдал нам на желание победить. Понимаете, опасно. Когда человек сильно привязан к результату, он хочет победы в жизни очень сильно. Не жизни самой, а победы. Это разные вещи. То в результате человек заканчивает свое счастье немедленно. Счастье в жизни заканчивается немедленно. Страсть означает сильное желание победы. Педа объясняет, что благость означает это точное понимание, что о победе думать вообще не надо. Надо просто жить. а жить означает радостно бежать. Все понятно, куда бежим, понятно, победа есть, никто не против победы, но не надо о ней думать. Надо туда свои силы вкладывать, понимаете, иначе не заснешь ночью. В этом заключается страсть. Человек очень напряжен. Почему? Потому что хотел победы, ее не надо хотеть. Надо просто жить, она приходит сама. Вот если человек думает о зарплате и не думает о зарплате, вот это меняется, когда она приходит или нет? Нет. Если, допустим, человек, думает женщина о том, когда рожает ребенка или не думает, она, допустим, хочет родить ребенка, она уже беременная, хочет родить ребенка или не хочет родить ребенка, от этого что-то меняется или нет? меняется. Правильно. Что меняется? Если она хочет, допустим, родить ребенка, что происходит? То родит. Бывает по-разному, бывает ускоряется, а у вас меняется процесс. Выкидыш будет. Или, правильно, застывшая беременность. Потому что, когда женщина хочет родить ребенка, она вмешивается в те вещи, которые ей не подвластны. Надо понять, что все результаты в этой жизни нам не принадлежат. Это подарки. Понимаете? Иногда бывают в некоторых коллективах такие извращенные традиции, что человек сам заказывает, какой подарок он хочет. В результате никакого подарка нет. Фактически его желание покупает подарок. Ну, то есть, нет любви в этой ситуации. Понимаете? То есть, если человек захотел, что то и получил, то есть, нет никакой любви. Есть просто желание, все. Так или нет? Любовь означает, что мы получаем что-то неожиданное. Так? Просто пришло время, мы получаем. Любовь не гаданно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. Да? и ты боешь. Так, нет? Это важно знать, что все должно приходить само. Мы должны очень гордо жить в том плане, что мы не должны постоянно думать о том, что мне надо. То есть, надо просто спокойно работать, спокойно выполнять свои обязанности перед всеми. и среда окружающая сама будет приносить нам радости скупые телеграммы. Понимаете? Но они будут очень приятным сердцем. Кстати сказать, от того, что ждешь, эти телеграммы менее скупыми не становятся. Наоборот, человек своим ожиданием истощает телеграмму. Понимаете? Мы высасываем из нее всю кровь. Допустим, девушка хочет замуж, думает об этом. Она из своей судьбы кровь высасывает. Потому что она уже раньше думает о муже, которого еще нет. Она уже наслаждается тем, что еще не заслужила. Надо сначала заслужить, а потом наслаждаться мужем. Но она раньше времени уже думала, какой у меня будет муж. Она пытается этим наслаждаться, хотя еще его нет. Результат какой? Она эту энергию счастья заранее расходует. И что она получает? Если она сильно высокого хотела, сильно хотела высокого, думала, какой высокий у меня будет муж. Значит, будет невысоким. Она уже высокого уже съела, все. Ничего не осталось от высокого. Ну, может, будет каким-то еще, но высоким точно не будет уже. Все. Я вам просто к тему этот пример привел, чтобы вы поняли, что такое энергия страсти. Страсть означает сильное желание результата. И она выматывает человека. Человек в результате его жизни становится очень слабой, ненаполненной, потому что наполненность жизни происходит, когда человек радуется жизни самой. Прямо сейчас ему хорошо, радостно. Он живет прямо сейчас. Кто из вас беспокоится о том, что происходит дома сейчас, поднимите ли? не измечайте слова. Н�� 지나ting когда сидишь в туалете хочется в душ, уже хочется в душ, когда в душе хочется уже кушать, когда кушаешь хочется отдохнуть уже, когда отдыхаешь хочется работать, когда работаешь хочется отдыхать. И это значит, что человек не живет. Жизнь всегда в будущем находится, понимаете, он постоянно как бы у него все в будущем находится. Когда в трамвае едешь, хочется домой. Домой пришел, хочется быстрее все сделки за телевизор сделать. С телевизор сел, хочется спать. Спать лег, хочется вставать и так далее. Невозможно, уже с ума можно сойти, надо остановиться. Итак, те, кто подняли руку, вам надо смотреть мне прямо в глаза сейчас, внимательно смотрите в глаза. Вам хочется слушать лекцию. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам хочется слушать лекцию. Вы на самом деле ведь хотели, забыли об этом просто. Хотели, бежали сюда, билет заранее купили. Как определить, что чем раньше человек билет купил, тем ближе сидит. там уже в конце, только сегодня купили. А вы заранее же купили билет и теперь вы домой уже хотите. Это есть болезнь, в которой мы живем постоянно. Нужно остановиться, это означает страсть. И если человек в страсти находится, он не может вовремя заснуть. Вот в чем проблема. Потому что страсть, она подвигает время счастья, все время будущее. И вот наступает уже вечер, допустим, 9 часов вечера. В это время уже надо быть насыщенным и уже ложиться спать. Уже наполненным надо быть. Но человек в страсти находясь, он счастье отодвигает в будущее. Что происходит в результате вечером? Он чувствует, что счастья-то не было в течение дня. И надо хоть сейчас, хоть сколько-то урвать счастье. И он пытается несколько часов себе уже дать счастье. Когда уже надо спать ложиться. Понимаете? Вот в чем проблема заключается. Что в вечернее время, почему люди рано не ложатся спать? Потому что они жизнь всегда подвигали в будущее. А надо жить прямо сейчас. Но проблема заключается в том, что, хоть я и сказал, что это надо сделать. Но это трудно сделать. Потому что не хватает силы разума для этого. Сила разума направляет сознание внутрь. Чем больше сознание внутри находится. Сознание внутри означает глубокое понимание, зачем я это делаю. Допустим, я пришла на лекцию для того, чтобы у меня лучше в семье было. Поднимите руку, или для того, чтобы жизнь наладилась. Поднимите руку. Кто четко осознает, что вот так вот надо. Ну, что для этого они пришли на лекцию. Поднимите руку. Теперь опустите. Оставьте поднятыми те руки, которые осознают, что надо жизнь наладить. Но при этом надо уже домой скоро. Поднимите руку. Смотрите. Всего одна рука. Две. Видите, кто очень хорошо осознал, зачем нужна лекция. Сейчас им не нужно домой. Им нужно на лекцию. Нужно оставаться на лекции. Понимаете? Это означает благость. Благость означает, что человек очень осознанно живет. У него очень бодрое сознание. Он хочет быть счастливым сейчас, а не завтра или вечером. Теперь, смотрите, интересно, что страсть никогда не выигрывает. На самом деле, если человек думает о том, чтобы пойти домой, то в это время дети начинают волноваться. Мы же связаны в уме. Мы беспокоимся о детях. Дети тоже начинают беспокоиться. Если мы удовлетворены здесь, дети там тоже дома удовлетворены. Что такое слабость сердца? Слабость сердца означает, что человек живет в постоянном беспокойстве, заставляет беспокоиться других. Допустим, сын уходит в армию. Мать начинает плакать. Почему она плачет? Потому что сердце слабое. Если он уходит в армию, она говорит, «Сынок, ты будешь счастливым и живым и здоровым в армии». То есть она такая, она им передает эту энергию счастья, спокойствия, силой своей. И она дает ему такое благословение, он счастливым и здоровым в армии становится. Понимаете? Не надо. Он будет плакать, она будет плакать, и он тоже будет там вот такая. У них будет счастливая семья в результате. Понимаете? Надо понять, что значит настоящая жизнь. Настоящая жизнь означает, что человек должен учиться жить в настоящем времени. А это значит, что с утра надо развивать силу разума. Если у человека сильный разум – психика спокойная. Слабый разум – психика напряженная. Сильный разум – человек живет прямо сейчас. Слабый разум – человек живет в будущем. Подумайте об этом. Сильный разум – человек удовлетворен вечером, вовремя ложится спать. Слабый разум – человек поздно ложится, поздно встает. Итак, беды объясняют, что режим дня направлен на то, чтобы увеличить силу разума. Когда сила разума в высокой степени, человек живёт осознанно и счастливо, ему счастливее жить становится, ему лучше жить, легко становится, легче жить. И само такой жизнь, когда мы живём в ритме времени, сама жизнь в результате становится очень наполненной. То есть человек чувствует счастье, чувствует бодрость, у него занятость повышается очень сильно. Давайте сейчас проведём статистику. Кто из вас уже режим дня соблюдает? Поднимите руку. Уже соблюдает достаточно сколько? 10% людей в зале. А теперь поднимите, оставьте руки поднятые, те, у которых возможность сделать в течение дня увеличилась, и силы при этом растрачиваются меньше. Те же самые люди подняли руки. Это закон. Так это всегда работает. Тот, кто хочет организовать свою жизнь правильно, именно так живёт. Или пытается так жить, потому что есть такое правило. Да, человек таким ритмом начинает жить, ему потом легче. Судьба сама меняет и работу, и всё остальное. Всё меняется в результате самого желания. То есть, допустим, у кого-то ночная смена. Не надо бросать работу. Но если человек начинает хотеть жить правильно, то в результате у него работа сама меняется, в результате судьбы. Вот у меня здесь есть один знакомый сидит, он работал ночью всё время. А потом он захотел сильно днём. Прошло какое-то время, и у него пошла дневная работа уже. Это результат желания, влияние желания на нашу жизнь. Так человек должен хотеть жить правильно, и постепенно у нас эта жизнь становится правильной. Теперь я хочу перейти с вами побеседовать о питании. Потому что важно знать, что на самом деле мы кушаем не потому, что у нас организм такой несчастный, четыре раза в день хочет подкрепления. Проблема заключается в том, что 80% где-то от пищи мы получаем психической энергии, не физической. Это значит, что ум должен получать подпитку. С помощью пищи получают подпитку энергии ума, ум. А ум состоит из характера. Это значит, что пища должна быть разнообразной. Некоторые есть сторонники такого питания, раздельного питания. То есть там один и тот же продукт надо есть. Сейчас один продукт едим, потом второй. Здесь есть одна проблема. А проблема заключается в том, что ум же не раздельно работает. То есть он не только, допустим, в одной эмоции, там, я уже читаю сейчас лекцию вот таким настроением, потом будем читать лекцию вот такого настроения. То есть ум же работает, у него эмоции меняются постоянно, так? А это значит, что расходуются разные энергетические составляющие. Каждый продукт связан со своими характером, своими эмоциями. Понимаете? Яблоко дает человеку оптимизм, баклажан дает спокойствие, тыква дает, допустим, другой вид спокойствия, такого оптимистичного и так далее. То есть каждый продукт связан со своей энергией, понимаете? Если мы, допустим, один и тот же продукт едим, значит у нас одна и та же эмоция будет пополняться, остальные не будут пополняться. Так? Так, таким образом надо питаться разнообразной пищей. Надо питаться вкусной пищей, потому что вкусная пища означает, что она наполняет ум энергией, праной. То есть пища должна быть вкусной, пища должна быть разнообразной. Но еще важно понять, что когда Солнце движется вверх, оно способствует перевариванию пищи. И разный уровень поднятия Солнца на разном уровне поднятия Солнца пища переваривается разная. Разная пища переваривается так. А в ведической культуре принято, что с утра едятся молочные сладости, орехи, сухофрукты, мед. Вот такая вот пища. У меня есть один друг в Дели, очень серьезный такой бизнесмен, в прошлом сейчас духовной практикой занимается активно. И он пригласил меня, я у него жил некоторое время дома. И когда мы проснулись, он не читал мои лекции по режиму дня, он просто индус, у него как бы в крови вот эта ведическая культура. И он с утра мне принес, у него там сухофрукты, орехи, и стакан молока с миндалем. То есть я вот такую пищу с утра мне принес. Эта пища очень хорошо переваривается с утра. Почему? Потому что Солнце еще не высоко стоит, то энергия влияния Луны очень сильная. А Луна дает сладкий вкус. Энергия Луны имеет сладкую природу. А энергия Солнца имеет острую, кислую и соленую природу. То есть энергия Солнца имеет все остальные вкусы фактически. А энергия Луны имеет только сладкий вкус. И сладкий вкус поэтому усиливается вечером и утром. Причем интересно, что вечером, когда утром, когда сладкий вкус возрастает, то есть энергия Солнца возрастает, то пища, она приобретает еще другие оттенки. То есть допустим, можно с утра есть йогурт, допустим, смешивать йогурт, сухофрукты. Йогурт имеет кисловатый вкус. То есть йогурт – это молочный продукт. Молочные продукты находятся в благости. Кисломолочные – тоже благостные, но смесь благости со страстью. И допустим, если есть с утра только сладкие продукты, то от этого увеличивается энергия счастья и силы возрастают в организме. Ну допустим, человек очень болен. У него, допустим, слабость, постоянная депрессия. И у него не хватает ни психических, ни физических сил. Какую пищу надо с утра есть? Только сладкую. Это ураган, допустим, мед, инжир. Допустим, сладкие специи, такие как фенхель, анис, кардамон, шафран. Понимаете? Ну то есть сладкую пищу есть. Только сладкую пищу. Эта пища называется рассаяной. То есть пища, которая увеличивает энергию счастья, долголетие в организме. Если взять, допустим, аэропетические тоники, которые дают энергию долголетия. То есть они все имеют сладкий вкус. И все сделаны как раз в таких продуктах, которые как раз имеют сладкий вкус. Большинство продуктов сладкий вкус имеют в этих тониках. Там в Чаванпраз, допустим, в Браме рассаяной и так далее. Все они имеют сладкий вкус. Такие по вкусу, как повидло такое сладкое. Вот. До какого времени? С 6.20 где-то до 8.20 это время, в которое вот эта пища будет хорошо перевариваться. То есть в это время надо делать завтрак. И завтрак должен быть или сладким, или сладкий вкус должен быть смешан с кислым. Потому что кисловатый вкус, он активизирует организм, но при этом он не такой тяжелый. То есть нет, но также важно знать, что есть продукты, которые сильно связаны с Солнцем, а есть продукты, которые не так сильно связаны с Солнцем. Допустим, все фрукты, молоко, мед, они связаны с энергией Солнца и Луны одновременно. А, допустим, зерновые продукты, они связаны только с энергией Солнца. Допустим, это можно по тому, как созревает все понять. Допустим, фрукты, они наливаются под влиянием Солнца и Луны одновременно. И, но, допустим, зерна, пшеница, допустим, она наливается только под влиянием энергии Солнца. Если энергии, если Солнца не хватает, пшеница не возливает. То есть пшеница возливает именно в дневное время. Овощи исключительно связаны с Луной, поэтому они возливают ночью. Овощи как бы в ночное время повышают свою энергию. Ну, так как они связаны с Луной, поэтому для того, чтобы овощи приготовить, в обед, допустим, их хорошо кушать, потому что успокаивают овощи человека, надо добавлять туда специи. То есть это специи, это солнечную природу имеет. Поэтому пища в обед должна быть наполнена всеми вкусами, всеми шестью вкусами. Это сладкий, кислый, острый, соленый, горький, терпкий. Не знаю, все сказали мне. Терпкий вяжет одно и то же. Итак, важно знать, что утром пища в основном сладкий вкус имеет. И утром не надо включать зерновую пищу, потому что зерно плохо переваривается с утра. И в результате на себя запирает умственную энергию. То есть человек, который зерно, зерновую пищу, это все зерно, к зерну относятся рожь, пшеница, кукуруза, овес, ячмень. И гречка не относится. Гречка это посленое. Нет, это как его... Я не помню, как это, по тоническому названию. Но гречка не относится. Гречка там проса, пшено, это не зерновая пища. Зерновая это та, которая растет в колоссе. Зерно это то, что в колоссе. И бобовые продукты. Бобы это то, что растет на деревьях, в виде стручка. И растения стручковые тоже. Это бобовая пища. Они тоже под влиянием солнца наполняются. Их надо есть днем. То есть только в обеденное время надо есть бобы. Гречку, пожалуйста, не зерновая. Гречку можно с утра, потому что она не зерновая. То есть гречка, ее энергия наполняется под влиянием солнца и луны. То есть поэтому ее можно есть и утром, и вечером. Гречку. Манка, это не пшеница, это особый вид крупы, чисто московский такой. Потому что в Москве люди даже не знают, откуда хлеб берется. Им кажется, что он вырастает прямо в магазине. Семечки тоже не зерновое. Рис это зерно. Это он в колосьях растет, если вы видели, допустим, в Краснодаре или в Индии. Он в колосьях растет и взрывает на солнце. Значит, овсяную кашу будет приятного. А? Овсяную кашу. Что? Хлеб. Хлеб это пшеница же? Хлеб делают из зерновой пищи, поэтому его надо есть днем. Утром не надо хлеб есть, вечером не надо хлеб есть. Почему? Потому что он плохо переваривается. Ум напряженным становится. Если человек ест хлеб, нечему переваривать. Солнца нет уже. Солнечная энергия переваривает те продукты, которые она создает. Солнце создало, то и переваривает. Луна переваривает те продукты, которые создают, допустим, овощи. Поэтому вечером можно есть, потому что их Луна создает. Она и переваривает эти овощи. Лунный свет переваривает овощи. И нет никаких проблем. Но если человек, допустим, ест зерно на ночь, то приходится, энергия ума идет на переваривание зерновой пищи. Потому что энергия огня содержится в двух структурах. Это Солнце и ум. Если Солнца нет, значит, ум будет переваривать. И мы, допустим, человек зерновой пищи наелся, допустим, вечером, он сел смотреть телевизор, что с ним происходит? Он смотрит? Почему так происходит? В чем причина? Потому что энергия ума опускается в желудок из головы. Энергия ума должна в голове же быть, а ум думает головой. Она уходит из головы, и все. А я что кушаю? Я вечером кушаю фрукты, молоко с медом. Все, больше ничего. Утром я вообще ничего не кушаю. Обед у меня плотный такой, где-то с 11 до 12 утра. Самое лучшее время. Я очень хорошо обедаю, и все, забываю про еду. Потому что это... Какая вареная, жареная? Я ем в основном вареную пищу, иногда жареную. Жареная пища нужна для того, чтобы... Жареная для жареной жизни. Если у человека жизнь жареная, то есть наполненная такими, как бы, событиями тяжелыми, надо ругаться. Там, ну, как бы, преодолевать трудности, ему хочется жареного. Также жареная пища, она нужна для тех, кто живет в жаркой местности очень. Допустим, в Индии люди в основном едят жареную пищу, потому что там другая пища просто плохо переваривается. Я когда одного индуса гостя пригласил и сделал эти варенники, он посмотрел на них, говорит, да это почему вы не дожарили, говорит, эти самосы? Я говорю, да нельзя же есть, это сырая пища, говорит, она не переваривается. Правда, у них это не переваривается. Ну, то есть у нас есть там пельмени, варенники, а у них-то нет такой пищи. То есть у них нет такой идеи, что так можно вообще готовить. Они все обжаривают маслом, потому что очень сильная энергия солнца, пять раз сильнее, чем у нас. Поэтому пища вся вот имеет такую природу очень жареную. Это не значит, что у нас так надо питаться. Чем севернее люди живут, тем пища больше должна быть вареной, тушеной. Потому что иначе просто организм будет страдать за это. Зачем? Я сейчас вам объясню. Да, вы так думаете? Вы обмануты неправильной философией. Сейчас я вам объясню, о чем. Я знаю, о чем вы говорите. Вы говорите о сыроедении. Сейчас меня толкает на сыроедение. Ну, хорошо, я вам сейчас объясню кое-что. Знаете, что происходит при варке пищи? Когда человек варит пищу, то пища взаимодействует с энергией огня. Энергия огня — это энергия любви. Когда человек варит пищу, он должен желать всем счастья, думать о Боге. И это процесс, который с пищей происходит в это время, называется самскара. То есть происходят определенные самскары с пищей, которые дают человеку возможность энергию любви от одного человека передавать другому через вот этот процесс. Не вареная пища, она предназначена для повышения энергии в пране. То есть человек, когда ест сырую пищу, у него тело становится такой крутое, то есть тело становится очень крутым. Но для того, чтобы бум, энергия пошла, для этого пища должна производить, с пищей должны происходить определенные самскары. То есть нужно ее подвергать влиянию огня. Наоборот, огонь же сжигает. Что сжигает? Прану он сжигает, прану. Что остается? Вы просто должны изучить, что делает энергия огня. Есть пять видов энергии в этом мире. Первый вид энергии называется энергия пространства. Энергия пространства что-то делает. Она создает возможность нам существовать. Если бы ее не было, тогда бы ничего вообще не было. Понимаете, энергия пространства создает структуры. И психические, и физические. Второй вид энергии называется энергия воздуха. Или то, что вас очень сильно привлекает. Это энергия воздуха или энергия праны, предназначена для того, чтобы человеку быть активным. То есть энергия праны — это энергия активности. То есть человек без активности, без энергии праны нет жизни. То есть чем больше активности, тем больше жизни. Так? Согласны с этим? Согласны. Следующий вид энергии — это энергия огня. Энергия огня предназначена для трансформации, для того, чтобы менялось сознание, менялось все в этом мире, чтобы мы двигались куда-то, чтобы движение шло. Не просто количественное, а качественное изменение, что происходило. Нужна энергия огня. Трансформации нужны. Преобразование. Поэтому энергия огня также используется для того, чтобы переносить ее в пищу. Энергия огня дает человеку возможность понять другого человека, учиться любить, возможность сострадать, прощать. Вы умеете прощать? Видите, вы такой уверенный, что вы умеете прощать. А я вот не умею. Для того, чтобы научиться прощать, для этого надо понять, что такое прощение. Когда человек начинает это понимать, он чувствует, что прощать не так-то просто. Для того, чтобы почувствовать, что такое прощение, для этого надо начать варить кашу, понимаете? То есть научиться начать прощать. Кашу эту начать варить. Кашу своего сознания. Означает энергия огня. Я когда был такой же, как вы, сколько вам лет? 27. 27. Я пораньше у меня началось. Где-то, наверное, в 12 лет. Я начал есть сырую пищу. Это очень важно. Есть разные этапы развития сознания. Я сейчас вам их опишу. Сознание, наоборот, лучше работает за сырой пищей. Вы послушайте. Значит, вы на лекцию пришли и выступать. Давайте я сяду туда, на ваше место, а вы на мое. Хотите, поменяемся ли? Нет. А почему? Почему не хотите? У вас есть правда определенная, но она ограничена. Я сейчас попытаюсь вам это объяснить, вам это поможет. Я вашу правду знаю, потому что я тоже жил этой правдой. Итак, первый элемент огня, он связан с трансформациями, изменениями, предназначен для любви. И для того, чтобы энергию любви усилить в жизни, для этого человек готовит пищу. Он не готовит ее для того, чтобы убить ее, как говорят некоторые люди. Он готовит ее для того, чтобы изменить ее энергетику. Потому что сами продукты питания, овощи, фрукты, это растения. То есть их энергия, она имеет, они в растениях очень много праны, психической энергии праны, потому что они живые. У них очень много праны, но их сознание не развито. Поэтому более высокие виды энергии у них отсутствуют. Умственная энергия слаба в растениях, энергия разума тем более. Для того, чтобы развивать энергию разума в психике, энергию ума, увеличивать силу ума и разума, для этого люди готовят пищу. То есть они вкладывают энергию ума и разума в приготовление. И потом кушают эту пищу, и у них энергия ума и разума увеличивается. Понимаете? Я сейчас вам это объясню. Есть разные энергетические структуры, есть праны. Допустим, человек чувствует слабость постоянно. Поднимите руку, кто чувствует слабость постоянно. Это значит, что вам надо больше есть сырой пищи. Все, однозначно. Сто процентов вы попадете в точку, вам легче жить будет. Видите, я на вашей стороне. Дальше слушайте. Поднимите руку, кто чувствует, что не хватает отношений нормальных, не хватает любви в жизни. Вот этим людям надо учиться правильно готовить пищу, с любовью готовить самим, готовить с любовью пищу и кормить ей этой пищей кого-то. Просто в этом процессе, готовя пищу с любовью и кормлением, вы научитесь любить людей. Простой метод, но самый эффективный. Эффективнее не бывает. Теперь поднимите руку, кому не хватает решимости в жизни. Если вам не хватает решимости, то это значит, что надо учиться молиться. То есть это значит, что энергии разума не хватает. Или есть освященная пища, пища, которая готовится монархами в храмах, освященная. Она дает просмирки какие-то там или еще какая-то пища. В разных традициях есть освященная пища. Она дает силу разуму. Ну, если мы говорим о пище вообще, то есть мы взяли тему пищу, допустим. Пища имеет разные, как бы, рейс разной типы пищи для разных целей предназначен. Энергия воды есть еще. Следующий первый элемент воды, он связан с взаимодействием, взаимоотношениями. Все соединяет, вода все соединяет, энергия воды. Поэтому пища должна быть водянистой. Надо пить воду для того, чтобы возможность отношения с этим миром устанавливать. И вода должна быть заряжена, как говорят. Самый простой и правильный метод зарядки воды — это ставить ее на окно на ночь. Потому что Луна — это самый сильный источник заряда энергии воды. Она заряжает воду лучше всего, энергия Луны. Когда человек на ночь поставил воду, Луна действует на нее, человек пьет воду, и она дает ему силы, способность гармонии находиться с этим миром. Если у вас, допустим, мигрени, вы чувствуете, что на вас давят стены, город на вас давит, значит, что у вас не хватает правильной работы первого элемента воды в организме. Это значит, что надо заряжать воду и лечиться таким образом. Понятно? Ну и что не видно? Она все равно действует. Если Луны нет, значит, человек не может быть блаженным, он не может быть в таком состоянии находиться. Это блаженное состояние — это энергия Луны. Когда нет Солнца, значит, он радуется. Неудеется, какие люди здесь смеются. Значит, Солнце есть в Москве. Просто его не видно, понимаете? Есть внешняя энергия Солнца, есть внутренняя. То есть надо понять, где разные составляющие энергии Солнца. Радость исходит от Солнца. Ра — дасть. Ра означает Солнце. Дасть означает давать. Радость, слово «радость» исходит от Солнца. Это древние люди слово «радость» так определили, как то, что связано с Солнцем, идет из Солнца и дается Солнцем. Понимаете? Радость — то, что дается Солнцем. Поэтому всё очень научно. Пытайтесь эту науку понять. Мы очень далеко от жизни сейчас стали. У нас компьютеры там и всё. Мы от мира удаляемся. Поэтому даже слова они совсем не всегда понятны для нас. Следующий первый элемент — это элемент Земли. Первый элемент Земли, он связан с телом. То есть наше тело имеет возможность существовать благодаря первому элементу Земли. Это грубая энергия. И мы сегодня будем говорить также о том, как тело поддержит в нормальном состоянии. Но мы сейчас… Вот режим дня, тема режима дня очень важна. Сырую пищу лучше всего есть с утра. Ну, то есть сухофрукты, сырые овощи можно есть на ночь. Если человек чувствует сильную слабость, он с работы пришёл, устал, ему надо есть сырые овощи вечером. И он будет чувствовать силы. Чтобы даже просто поспать, нужно силы. Если человек чувствует перевозбуждение, сильное напряжение, ему не надо сырые овощи на ночь есть. Надо есть тушёные овощи. Потому что ему не хватает энергии любви. У него силы много, а любви не хватает. Понимаете? Между энергией любви и энергией силы должен быть баланс. Допустим, есть люди, у которых очень много энергии любви в организме, много энергии огня. Но энергии праны не хватает, они чувствуют постоянную слабость. И такие люди могут одну только сырую пищу есть в жизни. Такое тоже бывает. Я недавно был на Петерианском фестивале, и там приезжал целый глупый пейф и сыроедов. Я посмотрел на них по их конституции. Они все имеют очень выраженную энергию любви в организме. И очень мало энергии праны. И они постоянно только сырую пищу есть. Идя относится у человека, допустим, энергии праны много в организме. Он очень напряжён. И он начинает одной сырой пищей питаться. У него душа вата выходит из равновесия. В результате у него начинает страдать позвоночник, кишечник замыкает. Психика становится напряжённой, холодно становится, его вот так трясёт. И у него возникают серьёзные проблемы со здоровьем в результате. Поэтому, ну как бы, во всём должна быть гармония. Надо понимать, зачем это нужно, зачем то. Конечно, хорошо чем-то увлекаться. Я с 12 лет начал заниматься и увлекаться праной. Есть сырую пищу, бегает босиком по снегу. Эта энергия праны идёт от зимы тоже. В проруби купаться начал. То есть это, сейчас мы 5 уровней сознания развития поговорим с вами. Первый уровень сознания называется Анна-Майя. Анна означает материя, пища. Человек очень сильно прикован к телу. Он считает, что вот как бы развитие тела, это как бы главная жизнь. Это означает, что он на этом уровне сознания находится. И можно заметить, что на этом уровне сознания находятся в основном юноши. Ну, когда человек созревает, половое созревание происходит, девушки хотят худеть. У них должно быть мало верху, много внизу. И они поэтому... Ну, как они, талия должна быть худой, бёдра толстыми или нет? Талия толстая, с бёдра тонкими, что ли? А как? Ой, ну я не девушка, я не соображаю у неё, простите. Я не разбираюсь, как у женщин должно быть там. С девушками, конечно, лучше знать. Спасибо, что вы меня поправили. Я не соображаю в этом вопросе. Ну, вот те, кто активно как бы загорелись с этой темой, значит, у них этот уровень сознания очень разный. Больной вопрос для них. Анна-Майя, то есть развивать тело, менять тело. Это в основном и юноши бывают. Я когда был в девятом классе, я где-то до восьмого класса очень сильно вырос, а потом меня все начали обгонять. И где-то в десятом классе я уже был предпоследним по росту в этом классе. Все обогнали, я такой уже самый маленький, стою почти. Мне так было обидно, потому что у меня была телесная платформа жизни. Я думал, ну как же так, я маленький самый. То есть я, означает, тело в данном случае. Я начал есть морковь. Я не вырос, но пожелтело, карактерно. В результате меня в больницу Боткина отправили. Меня морковью там не кормили, я побелел самостоятельно, самопроизвольно. У меня такие, как бы опыт такой был. Сестра у меня худела, я помню, постоянно. Худела тоже в этом возрасте. Это называется пранамая, то есть возраст, в котором человек думает о теле очень сильно. Понимаете? Потому что он себя считает телом. Некоторые парни качаются, то есть развиваются. Я тоже помню, в юноше был, очень сильно качался. То есть гантели там, все прочее. То есть на турнике, чтобы тело, я тело, то есть тело должно быть сильным. Следующий уровень сознания называется пранамая. То есть прана означает психическая энергия. И когда человек на этом уровне сознания находится, пранамая, он начинает считать, что главное — это активность в жизни. В результате вот этого сознания он начинает кушать сырую пищу, начинает становиться активным, преодолевать себя, волевые нагрузки какие-то, лишения, спорт. Мы верим в правда, герои спорта, нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать именно. Это пранамая сознание. Побеждать, добиваться всего, там, двигаться. То есть туризм, походы, спорт, движение, сырая пища. Это уровень сознания пранамая означает. Следующий уровень развития. Это в основном бывает где-то с 20 лет, ну, где-то даже не с 20, с 17 до 25 лет, наверное. Идет развитие пранамая. Человек развивается по сознанию. Но это второй, как бы, второй, второй цикл. Потому что первый цикл идет, а намая развивается у ребенка с одного до трех лет где-то. Ну, смотрите, у него весь мир во рту у ребенка. Так? Он все пробует на вкус, он сосет, он везде все берет в рот. Так? После трех лет начинается пранамая развиваться. Ребенок начинает бегать. То есть он... То есть его не поймали. То есть очень быстро движение, все, то есть он как бы... У него обкатка тела идет. То есть быстро, быстро двигает. То есть очень. Вот. Таким образом, это пранамая. То есть где-то до тринадцати лет ведь этот цикл проходит в таком свернутом виде. Потом заново опять начинается. С тринадцати лет опять начинается у юношей анамая. То есть они телом занимаются. Потом идет пранамая. Спорт там. Сырая пища. Голодание тоже пранамая. Или есть сырое, или вообще не есть. Там прорубь тоже часто к этому уровню сознания относится. Дальше следующий уровень сознания называется манамая. Манамая означает ум. Манамая. Мы лекции тоже по этим пяти идем, как бы по этим пяти. Манамая означает, что у человека начинает развиваться характер. Он работает над своим характером. У него эмоциональная составляющая в жизни важна для него становится. Он начинает писать стихи, и заувлекаться искусством, творчеством, поэзией, культурой, допустим, жизни. Ему интересны различные строения, допустим, архитектура, красота этого мира. Ему интересно. И он изучает эту красоту, этого мира. Этот уровень сознания называется манамая. Неприлюдно всю жизнь на этом уровне сознания остается. Потому что следующий уровень сознания вегьянамая или развитие разума это не дешевая вещь. Это надо действительно его развивать. Потому что до ума рамая человек само собой доходит для этого уровня сознания. Естественно, в результате жизни он доходит до того, что он начинает тонко воспринимать мир. И он интересуется стихами, поэзией, творчеством, культурой и так далее. Это всё на уровне ума находится. Следующий этап более высокий развитие разума означает работа над своим характером, изменение своей жизни, означает изучение, как правильно жить, развитие знания, означает вера также, развитие веры в сердце, означает развитие отношений с людьми, чувство долга, чувство долга перед Родиной, перед обществом, перед семьёй, перед собой. Всё это развитие разума. Это уже более высокий уровень. И Ананда Майя — это уровень развития души. Это самый высокий уровень жизни. Поэтому я вам рекомендую развиваться. Ну, с каждым уровнем надо проходить. Поэтому как бы это хорошо. Сырая пища, прорубь, бег, качаться. Там и так далее. Это всё хорошо. Но этого недостаточно. Надо глубже пытаться понимать мир. Более глубокое понимание — это уже с любовью готовить пищу к Богу. Это не обязательно только сырая пища. Это может быть и варёная пища. Это с любовью отношения к людям. Развиватель, любовь к молитве и так далее. Это следующий этап развития Личности. Итак, мы с вами двигаемся дальше. Мы с вами поговорили о том, что утром надо есть сладкую пищу. Причём зимой лучше всего есть сухофрукты с утра. Мёд. Лучше всего есть сладкие специи. Можно, допустим, если человек мёрзнет, ему чай. Можно горячий, подслащённый пить с утра. Если он, допустим, жарко ему постоянно, то надо с утра есть те сухофрукты, которые охлаждают. Это яблоки, груши, хурма. Они охлаждающим действием обладают. Те, кто... Ой, наоборот, если человек, да, горячий, жарко ему, то вот он охлаждает. Если человек мёрзнет, то ему с утра надо есть те сухофрукты, которые согревают организм. Это чернослив, допустим, курага. Может быть, даже апельсины. Они сильно сушёные, сильно согревают уже, сильно горячие энергии. Бананы охлаждают тоже. Бананы хорошо есть тем, кому жарко. Мёд, он не охлаждает, а нагревает. Он для всех полезен, в принципе. Молоко сухое. Очень хорошо готовить молочные сладости, чтобы с утра есть. Особенно женщинам. Женщинам очень хорошо есть сливки, подслащённые сливки пить с утра. Потому что сладкий вкус увеличивает энергию усвоения, энергии молока. Энергия молока, она мужчину успокаивает, а женщинам даёт красоту и способность выполнять женские функции, то есть рожать детей. Поэтому женщинам, особенно в Москве, надо с утра вот эту молочную энергию поглощать. То есть это сливки, это сметана для мужчин больше, сливки для женщин больше предназначены. Если диабет означает очень много огня в организме, вот в этом случае как раз хорошо есть сырую пищу. То есть диабет означает, что огненная энергия настолько сильно переполнила, что поджелудочная железа перегревается в организме. Это единственная причина диабета. Поэтому сыроведение для диабетчиков это хороший выход. Перестать иметь диабет. Да? Чаще всего да. Но также режим дня очень важный, потому что энергия огня означает позднее вставание также. Я хочу вас видеть, тоже поэтому поджелудочная железа. Творог охлаждает сильно, поэтому хорошо есть летом, зимой. Если вам очень жарко, тогда можете зимой тоже есть творог. Но в основном людям творог зимой не подходит. Иногда он подходит тем, кто, допустим, вечером очень устал. Но вообще лучше кисломолочную пищу не увлекаться вечером. Но иногда бывает, что человеку настолько жарко, что ему творог вечером даже можно есть. Скажите, а молоко стерилизованное или пастеризованный митр очень нравится? Лучше пастеризованное. Лучше вообще свежее. Как бы... Ну, как бы... Ну, в Москве маловероятно, что вы найдете свежее. Но пастеризованное лучше, чем стерилизованное. Самое худшее молоко, это вот это в тетропакетах, вот это вот... Ну, оно делается из сухого молока. Оно как бы опять восстанавливается. Это называется восстановленным молоком. То есть оно из сухого молока восстанавливается. Это тоже молоко. Если никакого нет, можно его попить. Я в Москве жил часто и в тетропакетах пил молоко. Потому что молоко есть молоко. Но все равно важно понять, что продукт состоит из химического состава. Химический состав хороший. В Москве продуктов труднодостижимый. Потому что во всех супермаркетах там очень искусственно выращивают те же самые натуральные продукты, искусственно выращенные. То есть туда химии много пихают и так далее. Но есть еще энергетическая составляющая продукта. То есть с энергетической точки зрения яблоки — это яблоки. Молоко — это молоко. Понимаете? То есть здесь как бы энергия ума, она пополняется даже такими продуктами. Но при этом важно, если вы будете с любовью готовить, особенно думая о Боге, то даже не очень качественные продукты, они делают жизнь качественной. Понимаете? Но лучше все равно питаться хорошим продуктом. Поэтому если нет никакого, хотя бы такое молоко пейте. Но это же не молоко, это соя. О чем вы говорите? Сыр дает силу. Он дает энергию, возможность преодолевать трудности. То есть сыр — не такой больше мужской продукт. Но женщины тоже подходят. Надо силу всем иметь. Молоко успокаивает, дает силу гормональным функциям. Женщинам больше надо очень много гормональных сил. Гормональные силы. Потому что красота — это гормональная энергия. Поэтому женщинам в целом надо гораздо больше молочного. Раз, раз. Батарейка села, наверное, да? Ту-тю-тю. Надо что-то делать. Понятно. А? Панасоник. Вас лекция устраивает в целом? Да. Меня сзади слышно? Да. Итак, мы должны понять, что питание играет важную роль в нашей жизни, потому что оно пополняет наши психические силы. И поэтому в продукте, в питании есть три важных составляющие. Первая составляющая — это время приема пищи. Если вы не вовремя что-то съели, то даже если это хороший продукт, он не будет перевариваться нормально, и поэтому мы не получим от него силы. Понимаете? Вторая составляющая питания — это сам продукт. То есть если человек ест не те продукты, которые приносят счастье в судьбе, то тогда по-любому, хоть ты их вовремя ешь, хоть не вовремя, все равно счастья не будет. Вот. И третья составляющая... И третья составляющая питания — это энергия разума или энергия сердца. То есть если человек без сердца готовит пищу, любви в доме не будет. Надо... А сердце вкладывать надо готовить. Даже овощи, для того чтобы их есть, перед тем как есть, надо сначала на алтарь положить, помолиться, чтобы они хотя бы энергии любви так зарядились, прежде чем их хрумать, понимаете? То есть все должно сначала энергии любви наполнится, прежде чем кушать что-то. Это очень важно понять. А как относиться к зернобобовому просаду вечера? Относиться как к хорошей, к хорошей, освещенной пище, которую лучше всего съесть завтра. Да, вот есть те продукты, которые кушать нежелательно. Это мясо. Потому что мясо, эта пища, она... Она не дает человеку возможность развиваться в этом проблеме. То есть эта пища, она дает жиры, белки, углеводы, витамины. То есть тело на уровне праны, и тело становится крепким от мяса. То есть силы много, дури много, все классно. Но разум не развивается. Потому что разум развивается в сторону бескорыстия. То есть когда мы, чем больше мы бескорыстия в жизни имеем и отдаем энергию любви в жизни, тем больше развивается разум. Так он развивается. Ну как можно развиваться над той энергией, которая создана из убийства похожих на себя живых существ? Веды объясняют, что животные — это недоделанные люди. Это маленькие дети для нас. То есть Веды объясняют, что уровень животной жизни — это фактически уровень, на котором ум уже работает, но разум еще только начал работать. Они еще только догадываются. А у человека уже разум начинает развиваться. В этом разница между нами и животными. Взлет собаку. Она все понимает, она все чувствует, она все видит, но она не может сама принимать решения правильно. Она движется только в сторону поддержания своей жизни. То есть у нее нет развития ее психики. Человек развивается. Допустим, маленький ребенок, если по уровню развития взять друдного ребенка и собаку, в одно и то же состояние. То есть и грудной ребенок эмоционально все понимает, но ничего сам со своей жизнью не может сделать. Ему нужна забота. Также животным нужна забота. Но если мы режем животных, то мы таким образом, как бы для того, чтобы их съесть, мы обманываем их. Вместо того, чтобы им помогать жить, мы, дооборот, им мешаем. Понимаете? То есть мы просто используем их жизнь. И за это мы будем отвечать по судьбе. Потому что Веды объясняют, что человеку для того, чтобы нормально и здорово жить, достаточно использовать в пищу молочные продукты и растительные. Вполне достаточно. А рыба — это растение, водоплавающее растение. Поэтому рыбу можно. По крайней мере, так считают бенгалии. Некоторые бенгальцы считают, что это растение, поэтому можно есть рыбу. Я не ем рыбу, потому что я считаю, что это недоразвитое животное. Рыба — это… У рыбы слабое развитие сознания, слабее, чем у животных. Даже слабее, чем у присмыкающих. То есть у нее сознание очень смутное. Это можно по глазам видеть. За глаза является зеркало ума. Если посмотреть в глаза рыбы, то у нее мутный такой взгляд. Вот такое у нее сознание. Все как во сне. Вот такое, как плывем, смотрим. Вот такое очень. Сознание смутное. А устрицы? А устрицы у них еще хуже сознания. Медузы какие-то. Вообще полусонное такое. А яйца — это очень активное сознание. Увенится очень активное. Сыр с плесенью? Мне нравятся ваши вопросы. Посыщенные вопросы. Ну, это не самый лучший вариант, конечно. Генномодифицированный продукт не самый лучший. Ну, надо стараться изучать продукты. Так как нас кормят, чем попало. Надо изучать и кушать. Стараться то, что надо. Ведь много хороших продуктов. Не факт, что только одни генномодифицированные продукты в Москве. Надо посмотреть, что есть, и кушать то, что надо. Я сейчас все вам объясню. Не торопитесь. Итак, мясо, если кто-то хочет развивать разум, мясо лучше постепенно отказываться. И отказ может быть проходить таким образом. Надо стараться меньше употреблять более развитых животных и больше, менее развитых. Ну, допустим, переходить на рыбу, на устрицы с мяса. То есть, я вам градацию скажу. Самые развитые животные — это животные, которые соприкасаются с человеком. Это скот, домашние животные. Там собаки, кошки и скот домашний. Это самые развитые животные. Они больше всего, как бы, так как с человеком соприкасаются, у них сознание самое развитое. И даже, допустим, бабушка, когда коровку убивает, она плачет. Почему? Потому что коровка уже, ну, достаточно осознанное живое существо, оно почти родственник, понимаете, и бабушке. Поэтому ей очень трудно, как бы, не убивать коровку, она плачет. И сама не хочет потом ее кушать. Продает мясо, деньги просто берет с этого. То есть, это означает, что это видно. То есть, когда мы, допустим, яблоку выкапываем, нет таких слез, как коровку убиваем, понимаете? То есть, разный уровень развития сознания. Итак, на втором уровне находятся дикие животные, там, зайцы всякие, там, и так далее. То есть, те, которые с человеком не соприкасаются. Дальше следующий уровень развития сознания — это птицы. Птицы еще ниже сознания, чем диких животных. Потом следующий уровень сознания — это присмыкающиеся. Потом дальше рыбы идут. После рыб устрицы, медузы всякие, и так далее. Ну, то есть, человек, если вот таким образом будет снижать вот это вот влияние агрессии на свою жизнь, потому что чем более развитые существа он ест, тем больше он для поддержания своей жизни, тем более дорогим способом он пользуется. Это значит, что ему платить в жизни больше за это тоже придется, понимаете? То есть, он слишком много придется за это, за все платить. Означает, что жизнь становится тяжелее, агрессивнее, напряженнее. Но самая большая проблема заключается в том, что эти животные, когда они тело оставляют, они, ну, проклинают этот мир за то, что он их убил. И в это проклятие содержится в этой энергии мясо. То есть мясо — это фактически энергия проклятия. Это не самая лучшая пища. Сейчас мы с вами проведем такой опыт. Допустим, сейчас берем мы все, закрываем глаза. Вспоминаем прилавок, мясной прилавок. Ну, не будет, что сейчас. Давайте проведем эксперимент. Вспоминаем мясной прилавок и молочный прилавок. И сравниваем, где больше энергия злости, ненависти исходит от какой пищи, а из которой спокойствие, радость и счастье. Где больше того, где другого. Попытайтесь просто закройте, надо сравнить. И вы увидите, что, если, допустим, к мясному прилавку подходишь, даже продавец сам стоит, он такой, у него совсем другое настроение. Допустим, молочница, молоко продается, такая пушистенькая, обычная женщина, румяненькая, ну так ведь или нет? Такая, ну, такая, ля-ля-ля-ля-ля-ля. К мясному подходишь. В очередь вставай. Клобота по очереди там. Ну, такое чувство, да? Видели? Очень я изучал, когда это, я ездил на молочный комбинат и мясоперерабатывающий комбинент. Я сравнил, там люди совсем в разных настроениях находятся. На мясоперерабатывающем люди в глубокой депрессии находятся. В молочном такие, знаете, такие нежные, сладкие все. Попробуйте сами, поизучайте этот вопрос. Вы увидите, что от мяса исходит энергия агрессии. Это дает депрессию, злобу, раздражительность. Работать своим характером практически невозможно, когда человек ест мясо. Очень трудно. Очень трудно менять характер. Ну, это возможно, конечно, но очень трудно. Это излишняя трата сил. Поэтому, допустим, даже в православных, допустим, православие мясо не отменено. Но в православных монастырях мясо не едят. Ну, потому что тяжело на этом мясе работать над собой. Нереально просто, очень тяжело. Поэтому отменяются даже в тех культурах, в которых разрешается мясо. На мясо делаются посты, чтобы опять же развиваться, понимаете, для развития духовной трудности. Скажите, а вот здесь на сверху мясо нет? Колбасу можно. Это же не мясо сейчас. В России мяса почти нет. Сейчас, кстати, мои друзья взяли, сделали из хлеба, из пшеницы, разделили белок и крахмал. И получилась докторская колбаса. Вот я реально вам говорю, вкус один и тот же. Вот берешь эту пшеничную колбасу, вот докторская колбаса и докторская. Один и тот же вкус. Ну, это не значит, что в колбасе мясо нет. Есть, конечно. Поэтому у меня колбасу тоже не надо есть, да? Что вы спросили? Вот если, например, не тем, не смело, да? А вот приходит мужу готовить, а мужу как-то как-то? Мужу готовить, ну что делать? Придется готовить. Если муж хочет мясо, жена должна готовить. Что делать? Человека нельзя лишать того, с чего он хочет. Значит, у нас звереет. Ну, а что делать? Иногда приходится жертвовать близким людям. Пусть сам все готовят. Такое тоже решение возможно, если он согласен. Просто надо выбирать между мужем и приготовлением мяса, понимаете? Если муж как бы теряет мужа, лучше не терять, лучше готовить и жить. Потом постепенно люди развиваются. Вы же тоже не сразу такой умный стали, правильно? Надо как бы ждать. Я, допустим, могу сказать, я мясо, те, кто мясо едят, я лекции читать не буду. Тоже могу так сказать, но это не приносит никому счастья, такое поведение. А теперь, ваше мясо нужно? Я со скольки лет? Я с 23 мяса не буду. Уже больше 20 лет. А теперь, ваше, ваше, ваше мясо не будет? Вы знаете, это все, о чем готовить, зависит от возможности. Это называется карма. То есть, если человеку очень хорошая карма, он может готовить на дровах. Допустим, у меня есть возможность. Или человек очень богатый, у него камин свой, и у него прислуга готовит на дровах. Это надо быть богатым. Или человек очень живет в деревне, в естественных условиях, он готовит на дровах, потому что больше не на чем готовит. Тоже хорошая карма, она по-разному может действовать. После дров следующий огонь, это огонь древесного угля. Он каменного угля, он из дерева тоже создается, древесного будет фактически. Этот огонь более благоприятен, чем огонь, допустим, газа, природного газа. Электрический огонь самый неблагоприятный. И самый неблагоприятный из всех видов огня — это огонь микроволновой печи. Я считаю, что микроволновой печи вообще не надо ни в коем случае пищу разогревать, пользоваться микроволновой печью, потому что это самый ужасный такой огонь, который разрушает здоровье больше всего. Но если нет возможности другим вылезть с электрическим огнем, а что делать? Если есть возможность на газу, лучше на газу, на травах лучше, чем на газу. Но не создавайте в жизни дополнительной сложности. То есть если вы будете с любовью пищу готовить, даже на электрической плите пища будет приносить здоровье и счастье вам. А любовь человеческая преодолевает вот эти все препятствия, связанные с механическими энергиями. Потому что энергия ума стоит выше механических энергий, понимаете? Поэтому человек может с помощью своей умственной энергии, может победить влияние, там, допустим, электричества, плиты там и так далее. Что с холодильником? Пища с холодильника, ну нормально, как-то, ну надо жить как-то. Про алтарь, пожалуйста. Про алтарь? Про освещение, пожалуйста. Знаете, ну не сегодня, просто. Когда можно кушать мясо? Вопрос. Мясо лучше всего кушать в следующей жизни. Когда вы родитесь волком или тигром. Будет очень нормально, можно кушать мясо. В этой жизни мы родились людьми, поэтому лучше его не кушать. Это такой ответ. Но если вам, вы не можете не кушать, то лучше, конечно, кушать в обед. По крайней мере, оно в токсин не превратится. Детям без мяса невозможно жить. Потому что мясо, мясо это самая важная пища в жизни. Самое лучшее даем детям. Без мяса детям жить невозможно. Никак. Почему вопрос был задан? Потому что 90% врачей считают, что дети без мяса вырастают недоразвитыми. Я имею очень большой опыт другой, противоположный. Мой ребенок никогда не ел мясо. У девочки уже 17 лет. И она развивалась очень хорошо. У них проблем не было со здоровьем. Она росла хорошо и все. И не болела практически. У меня есть много знакомых, у которых дети никогда не едут мясо. И они чувствуют себя прекрасно. Никаких проблем со здоровьем нет. Но так как у людей часто бывает неправильное восприятие мира. Например, у врачей наших современных. У них неправильное восприятие мира в плане питания. Не считают без мяса невозможно. Это не полноценная пища без мяса. Но это в результате неправильной деятельности науки. Допустим, я как-то был на одной программе. Это была программа «Гребничка». И мы там собрались. Там мы говорили о вегетарианстве. И пришел также человек, который у руля чуть ли не главный диетолог страны. По-моему, такая у него что-то такое. Очень высокая должность была в этом плане. Он сказал, что вегетарианское питание, современная диетология считает, что вегетарианское питание – это здоровое питание. Не надо говорить, что это больное и вредное питание. Он также сказал, что немножко мяса можно… Ну, потому что он на уровне, понимаете, у него концепция другая. То есть он говорит, что много мяса вредно, однозначно. То есть современная диетология считает, что много мяса вредно. Уже к этому подошли. Что вегетарианство – это хорошо. Поэтому во всех разных странах мира, там в Америке, в Европе, все люди уже хорошо понимают, что мясо есть плохо. Так как я не могу без мяса, поэтому я его ем. В Америке есть несколько диссертаций, написанных на ту тему, что мясо является самым главным канцерогеном в мире. А я вам могу сказать точно, что я изучаю лечение рака сейчас и вижу, что если человек ест мясо хоть немного, рак вылечить невозможно. Потому что энергия раковой опухоли — это организм внутри тела, и она питается мясом. Энергия мяса, психическая энергия мяса питается раковой опухоль, поэтому она растет от этой энергии. Мясо — это вообще не вариант, чтобы быть здоровым. Вообще не вариант. То есть от мяса портится характер, он становится агрессивным, злобным, депрессивным. Поэтому детям тем более его не надо давать. Зачем детей портить характер? Дети развиваются характером, поэтому самое лучшее питание для детей — это молочное. На молочной пище дети развиваются быстро, становятся сильными, выносливыми и так далее. Яйца — это осверненная пища, считается. Она богата белками, жирами. Иногда, когда человек очень ослаблен, ничего, допустим, у нее усвояльца, ему можно, допустим, яйца назначать. Я найду способ лечить и без яиц человека. Но некоторые врачи не находят, и они вот кормят яйцами. Но так или иначе, это неполторенные яйца, конечно, ни с чем животным не связаны. Но, понимаете, важно знать, ведообъясняют, что пища должна... Но если это животная пища, энергия должна исходить из высших центров. Если взять, допустим, молоко, то это с верхних центров идет, понимаете, это энергия любви животных или, допустим, матери. Поэтому молоко не относится вот к этой осверненной энергии. Но яйца-то выходят не из высших центров, понимаете. Яйца — это яйцо, это аборт курицы, понимаете, я как-то это сказал задорно, правильно. Это аборт курицы, поэтому, соответственно, и энергия такая. Вы будете плотное место женское есть или нет? Да? А что яйца не то же самое? Я вам хочу, предлагаю провести эксперимент. Я этот эксперимент проводил. Я брал яйцо, свежее яйцо, открывал его, и брал плаценту женскую и нюхал. Запах один и тот же. Разницы никакой нет. Просто мы привыкли, что яйца — это хорошо, а плацента — это плохо есть. Но это одно и то же, понимаете. А если слабый иммунитет, есть ли какие-то продукты? Конечно. Слабый иммунитет возникает от того, что человек поздно встает. Так ему надо сначала рано вставать, понимаете. Второе. Ему надо есть утром те продукты, которые подходят в утреннее время. Это сухофрукты, это мед, это молочные продукты. Они все повышают иммунитет. Иммунитет, нехватка иммунитет, это иммунитет создает определенные энергии разума. Энергии, которые дает человеку оптимизм. Если человека оптимизма в жизни не хватает, это значит, что у него не хватает также силы бороться с агрессией внутренней. Потому что эта агрессия с помощью энергии оптимизма преодолевается. Энергия оптимизма создается при раннем вставании, молитве и по употреблении сладкой пищи с утра. То есть энергия оптимизма создается с утра, поэтому иммунитет также создается с утра. Понятно? Все. А у ребенка как получится? Точно так же. Сладкая пища с утра и молитва матери утром дает иммунитет ребенку. Потому что есть члены семьи, которые не могут сами действовать с позиции разума. И есть, которые могут. Какие члены семьи не могут действовать с позиции разума? То есть молиться, какие не могут? Больные. Кто-то болеет, ему молиться трудно, потому что разум ослабевает во время болезни. Человеку нетрудно молиться, поэтому молятся за него другие, которые здоровы. Так же дети не обладают силой разума, поэтому за них молятся родители. Они все — это одно умственное пространство. Семья означает «семь я». Ну то есть это одно пространство, объединяющее меня. Это «семь я», понимаете? То есть это то, что со мной связано. Поэтому человек молится один в семье, и все остальные получают энергию разума. Это означает, что они понимают, получают оптимизм, способность преодолевать трудности, получают спокойствие внутри, получают возможность предвидеть опасности, допустим. Это все энергия разума, способность победить вредные привычки. Кто-то в семье должен один молиться хотя бы. Потом начинает эта энергия разума повышаться, все начинают в семье задумываться, как жить. Вместо того, чтобы ныть, ругаться на всех. Когда человек ругается, он разрушает разум. Когда человек с любовью говорит, смиренно с любовью говорит или молится, он повышает разум в семье. Поэтому, если вы не можете с любовью, с близкими людьми разговаривать о проблемах, которые есть в семье, значит, не хватает энергии любви в семье. И для этого нужно в семье молиться. Молитва повышает энергию любви, и потом наступает время, и сможете о проблемах с любовью разговаривать. не слиться, а говорить «кей, баке-мой, ех, мяфр, гак». Но, значит, тоже не хватает энергии людей. Вы же не можете об этом спать? Шоколад. Я не могу при женщинах говорить, что шоколад нельзя есть. Вопрос. Немножко не по теме. Я хочу рассказать физику и теоретику. У меня прошлый год прошел очень. Тяжело, стрессово. Зачем вы встали-то? Я хочу увидеть вас. Вы оттуда тоже меня можете увидеть? У меня был прошлый год очень тяжелый. Представьте, сейчас мы будем всем залом о вас говорить. Нет, сейчас, минутку. Невежественный год. Два месяца назад у меня нашли сахарный диабет. Я воспринимаю это как подарок. Не надо как подарок воспринимать. Я боюсь чего-то не успеть. Я занимаюсь 13 часов в день. И осуществляю режим. Но меня интересуют методы лечения сахарного диабета. Я знаю, что вы... Садитесь, садитесь. Да, садитесь. Мы вам поможем обязательно. Приезжайте в Краснодар к нам, и мы вас вылечим. Мы вам поставим ветки деревьев, камешки подберем. Это сильный метод. Несколько человек уже помогло с вашей болезнью. Сахарный диабет – это от повышения энергии огня в организме происходит. И вот это вот чрезмерное ваше занятие по 13 часов в день не дает вам эту энергию огня, которая разрушает вашу подвелочную железу. Надо понять, что вот это вот сейчас современное представление об успешности жизни, что человек должен упахиваться в изучении чего-то – это неправильное представление. Потому что на самом деле успешным человек становится благодаря силе разума. Сила разума – она не зависит от того, сколько ты выучил предметов. Понимаете? Учиться надо – это факт. Но только сила разума развивает характер, дает человеку устойчивость здоровья, дает человеку иммунитет, дает человеку силу воли, дает человеку решимость и так далее. Все эти виды силы возникают от молитвы. Понимаете? Если ты, допустим, очень много выучил предметов и стал хорошим специалистом, да, ты приходишь на работу, но у тебя плохой характер. Или ты не можешь работать, потому что у тебя нет здоровья. Как ты будешь работать? Или тебя выгонят из-за плохого характера. Или ты уйдешь с работы, потому что у тебя нет здоровья работы. Все эти возможности – иметь здоровье, хороший характер, хорошие привычки, преодолевание вредных привычек, иметь возможность честность, иметь благородность, способность правильно относиться к людям. Все это – развитие разума. Но дети в основном не развивают разум, понимаете? Они развивают ум. И вот это развитие ума, ну, деятельность, очень напряженная внешняя деятельность ума разрушает здоровье. Люди, дети в результате сейчас, в детском возрасте уже много болезней тяжелых. Таких, как сахарный диабет, бронхиальная астма, болезнь бехтериотилы, сковывает от сильного напряжения умственного. Это результат неправильного развития общества в целом. Потому что в обществе сейчас 99% обучения идет на умственной платформе. Сейчас обучение, развитие разума – это редкий случай. Вот мы сейчас собрались, здесь пришло 600 человек. В Москве сколько живет? Очень мало таких проводится семинаров, лекций, бесед. В школе вообще ничего такого не проводится, чтобы развивали разум. Чтобы люди понимали, как с разумом работают. Это большая проблема в нашем обществе. И поэтому дети болеют. Сердце болит, значит, надо молиться за человека. Они вообще могут не родиться в тонком теле, остаются надолго. То есть они как духи живут, как привидения. За них вообще надо молиться каждый день. Как можно больше. А на ночь молиться можно? Ну почему нет? Конечно можно. Просто это другая молитва. На ночь этого с Нимом покаяние, просение, прощение. Ну как бы это другая молитва. Это молитва, направленная на отношения. А молитва, направленная на Бога, она больше работает с утра. Потому что утром психика в таком глубоком равновесии находится, что мы очень легко погружаемся во внутреннюю жизнь. Вечером отвлечься от внешних событий очень сложно. Поэтому молитва вечерняя, она направлена на правильное отношение вовне. Человек раскаивается, просит прощения, хочет, чтобы хорошее отношение со всеми устанавливали. Понимаете? Но это вечернее время. А утром можно глубоко себя понять и свои отношения с этим миром. Я не хочу сейчас отвлекаться, я еще кое-что хочу сказать по нашему организму. Я хочу сказать вам, что такое тело вообще материальное. Материальное тело – это машина, в которой живет тонкое тело и душа. Попытайтесь это понять. Это не главная часть нашей жизни, а второстепенное материальное тело. Но оно очень нужно. Без него ни тонкое тело, ни грубое жить не может. Но тело само по себе, оно очень сильно связано с энергией невежества. Поэтому, если тело, допустим, просто пустить на самотек и делать то, что оно хочет, то в результате что происходит с человеком? Он становится больным. Что тело хочет? Оно хочет есть. Чем больше человек ест, тем меньше у него становится здоровья. Правильно? Правильно. Тело что хочет? Тело хочет спать. Если человек слишком много спит, спит, что происходит? Из тела же, тело само из себя делает котлету. То есть тело, на самом деле, если глубоко задуматься, оно стремится к смерти. Тело что хочет? Оно хочет расслабиться. Расслабленное состояние означает самоубийство. Если руку повесить на месяц, что с ней происходит? Обсыхает. Я такие случаи видел. Человек не двигает рукой, допустим, после операции, лежит, потом ее надо разрабатывать несколько месяцев, чтобы она ожила. Она просто как мертвая становится, как каменная. Почему? Потому что тело стремится к смерти. Но человек должен понять, что на самом деле тело может вызвать большие проблемы в нашей жизни, если мы к нему неправильно относимся. Поэтому важно тело будить. И это тоже происходит во время молитвы. Очень важно понять, что разум человека нормально функционировать не может, если он не бодрит свое тело, человек физически. Я сейчас вам кое-что объясню важное. Вам надо это делать каждый день. Надо понять, что самая лучшая молитва происходит только во время... Чтобы молитва была правильной, надо правильно занять положение тела. И тело во время молитвы должно быть неподвижным, и оно должно быть в определенных позициях поставлено, потому что иначе разум не включается. Первое, что нужно понять. Есть несколько положений тела, в которых человек может будить себя, в том числе и тело. То есть, допустим, для того, чтобы активизировать организм для лечения тяжелых болезней. Для того, чтобы организм свой активизировать, чтобы он нормально просто работал. Потому что некоторые люди там или аллергия всю жизнь, или еще что-то. Понимаете, есть болезни, которые не дают жить просто нормально. Это болезни тела, но они связаны с неправильной работой разума. Я вам сейчас объясню, как включить разум в организме, чтобы тело тоже нормально работало. То есть, есть где-то пять положений тела основных, в которых это происходит. То есть, это просто стоя неподвижно. Человек должен неподвижно стоять вот так вот и молиться. Прямо. При этом надо постоянно тянуться вверх, потому что тело, оно стремится к расслаблению. Вот это расслабленное состояние для нас стало привычным, но оно ненормальное. Допустим, вы сидите и лекцию слушаете, обратите внимание на состояние своего тела. Оно такое... И в результате лекция тоже воспринимается не так глубоко, потому что тело не дает. Понимаете, как тело расслаблено, разум тоже расслаблено. Попробуйте вытянуться. Сейчас нет, сидите так, как сидит. Не двигайтесь. Сейчас мы опыт проведем. Вот смотрите, почувствуйте состояние зала. Насколько бодрое настроение сейчас, бодрое состояние сейчас в зале. Почувствовали? Теперь все выпрямляемся, все до одного. Тянемся вверх вот так вот. Не жалейте попу. Потому что она хочет вниз. Надо вверх, понимаете? Вверх. Не жалейте попу. Она вам не поможет. Вверх тянемся. Смотрите, стало свежо. Так? Бодрость в зале появилась. Легкость. И ощущение такой, как бы, восторга. Такой восторженности. Легкости. Так или нет? Вот веды рекомендуют в таком состоянии всю лекцию слушать. Теперь расслабляйтесь. Вы не сможете. Сядьте, как можете. Но со временем человек может долго достаточно в таком состоянии находиться и таким образом он тренирует свой разум. То есть разум становится очень сильным, выносливым, способным победить болезни. То есть первое, что нужно для победы над болезнями, человек должен научиться в таком достаточно… То есть это не напряженное состояние на самом деле. Это просто увеличение бодрости внутри, понимаете? То есть надо тянуться вверх учиться. Стоя. Можно это делать для начала стоя. Самое удобное положение – это стоя, не двигаясь. Тянуться просто вверх. Следующее положение тела – это стоя на коленях. Вот как православные молятся, стоя на коленях. Тоже достаточно устойчивое, удобное такое положение. Не так трудно стоять на коленях и тянуться вверх. Следующее положение тела – это когда ты опускаешься на лодыжки. Как бы лодыжки упираются в ягодицы. Ну то есть вот такое вот садишься как бы вот так и опять прямо сидишь. Это следующее положение. Когда человек стоя молится, то он таким образом преодолевает препятствия в своей жизни. Вот, допустим, у него есть события, которые происходят в жизни. Он стоя, когда молится или желает всем счастья. Мы сейчас после лекции будем повторять «я желаю всем счастья». Вы почувствуете, как разум развивается, как это состояние, когда разум работает, как это потом жизнь меняется. Вы после лекции пойдете, у вас радость, сердце будет легкость такая. Вы будете чувствовать себя очень хорошо. Это означает тренировка разума. Мы потренируемся сегодня. Итак, когда человек стоит, он преодолевает события в жизни своей. Неподвижно стоит и желает всем счастья и молится. Когда он на коленях стоит, то он развивает способность терпеть события. Не преодолевает их, а способность их терпеть развивает. Да, человек на ягодицах садится и в таком состоянии молится. Он развивает решимость работать над собой. То есть он не с событиями уже работает, а с собой. То есть это уже более внутренняя работа начинается. Не внешняя, а внутренняя. Следующее положение тела. Человек скрещивает ноги. И хотя бы одна нога должна быть закинута на бедро. А лучше две перекрестить. Это положение называется подмассан или поз лотоса. Вот так ноги скрещиваются. Сначала в одну сторону, потом в другую. Вот так вот. Когда человек в таком положении сидит, то у него появляется способность концентрироваться и осознавать молитву. То есть он когда в таком положении сидит, у него начинает очень сильно как бы ум взаимодействовать с разумом. И в таком положении человек очень глубоко осознает постепенно слова, значение молитвы. То есть у него молитва становится очень такой внятной. Понимаете? То есть он погружается в это, концентрируется на самом действии, которое он делает. Следующее положение тела – это когда человек сидит, у него одна нога заносится за другую. Вот так вот. Вот так вот. Это положение тоже. Спина всегда прямая во всех этих случаях. Это положение тела, оно дает возможность человеку адаптироваться к окружающему миру, принимать его. То есть ему легче становится спокойнее воспринимать недостатки близких людей и так далее. Ну вот основные положения тела, которые человек должен применять для того, чтобы тело разбудить. Потому что когда у человека тяжелая болезнь, допустим, рак, сахарный диабет и так далее, значит тело спит. Оно полностью находится под влиянием кармы. То есть у нас два состояния жизни. Первое состояние жизни – мы плывем по течению, или карма живет за нас. То есть какая судьба нахлынула, так и происходит внутри. Понимаете, второе состояние жизни, когда мы с помощью энергии разума побеждаем судьбу. Как победить с помощью энергии разума судьбу? Надо разум связать с источником счастья. Молитва – это именно себя направленная вещь. То есть мы, допустим, ставим изображение святого перед собой, начиная мысленно кланяться ему. И в этом поклоне мы соединяемся с его энергией. В стопах находится аскеза человека, его способность преодолевать свои трудности жизни. В стопах находится человек. Когда мы мысленно касаемся стоп святого человека, то эти аскезы передаются нам, и в наше сознание приходит сила, способная побеждать нашу судьбу уже. Понимаете? Таков метод – с помощью энергии другой личности, не своей, а другой. Судьба – сам себя за волосы не вытащишь. Нужно присутствие энергии другого человека. Это объясняет, что мы до Бога далеко, мы не сможем с отцами почувствовать его энергию. Но через святых людей мы легко с Божественной силой контактируем без всякого труда таким образом. Этот метод позволяет человеку… Но, понимаете, для того, чтобы энергия разума начала работать в психике, для этого тело должно быть прямым. Пытайтесь это понять. Разум включается через тело. Сначала надо победить тело. Это самый первый телесный уровень жизни означает, что тело хочет умереть. Оно постоянно расслабляется, оно хочет вялым быть. Если тело напрягает, выпрямляет его, то с этого начинается победа над собой. Это самый первый этап, понимаете? И так же победа над собой начинается, когда человек поднимает себя с постели. «Вставай, проклятием заклемённым, весь мир голодных и рабов». Ну, то есть так надо себя с постели поднимать, понимаете? «Кипит наш разум возмущённый, и смертный бой идти готов. Это есть наш последний и решительный день». Понимаете, так надо вставать утром. Человек должен понимать, что он как будто последний же день живёт в жизни, что ему надо встать вовремя и сделать в этот день всё правильно в своей жизни. И поэтому он должен себя поднять с постели. Надо решительно вставать утром рано. И тогда разум очень активно вмешивается в нашу жизнь. Это первое, что я хотел сказать. О том, как сделать бодрым жизнь, то есть побелить болезни в своей жизни начинается. Это всё победа над собой с выпрямления тела. Тело должно быть прямым, и надо в это время учиться молитве. Потому что молитва даёт энергию счастья внутрь. Энергия счастья успокаивает психику. Успокоенная психика остужает организм, охлаждает. Потому что возбуждённая психика, она нагревает сильно организм. Сахарный диабет – это болезнь возбуждённой психики. Та поджелудочная железа сильно перегревается. Для того, чтобы она не перегревалась, психика должна быть холодной. Она должна быть спокойной очень внутри. А это делается только во время молитвы. Психика не охлаждается во время учёбы, она нагревается наоборот. Это очень важно понять. Молиться при свечах или в молитве? Свеча – это энергия огня, энергия любви. Если свеча есть, значит энергии любви в молитве будет больше. Если будет энергии любви больше, значит энергия святого человека ближе к нам становится. То есть через любовь. Любовь – это способ передачи. То есть если ты при свече молишься, ты можешь глубже понять эмоции, настроение святого человека. А если он на фотографии, мы будем с ним связываться или нет в этом случае? Конечно. Несомненно. Вы будете даже чувствовать его, реально чувствовать прямо на фотографии. Это для вас может быть какая-то иллюзия, но для меня это реальная жизнь. Потому что я изучаю это, да? А во время молитвы нужно прямо наклоняться? Можно. Если вы не можете умом наклоняться, наклоняйтесь телом. Но потом вы научитесь в уме наклоняться. Потому что на самом деле поклон настоящий происходит в уме. Некоторые фрамы приходят – бум! Встал, потом прошел, думал я кланялся или нет. Забыл. Почему? Потому что он не приложил ум в это время. Ум должен кланяться на самом деле. Поэтому не обязательно кланяться телом, нам научиться кланяться умом. Как? Мысленно кланяться. Думать о том, что я поклонился. Мы же в уме сексом занимаемся. Не спрашиваем, как это делать. Так же кланяться надо, точно так же. Та же система. Да? Покачиваться. Понимаете, когда человек покачивается, означает, он не справляется. Можно покачиваться, но лучше застыть. Когда человек застывает, он тогда в реальную жизнь входит. Когда человек покачивается, он пытается справиться с собой, но еще не может. Я тоже иногда покачиваюсь во время молитвы. Но лучше застыть и очень неподвижно молиться, тогда ты пробиваешь судьбу таким образом. Это значит, что разум не проснулся. А разум может спать всю жизнь. Не обязательно днем, утром, вечером. Вот некоторые я лекцию читаю, потому что я... Ну то есть разум не активен. Потому что, когда разум активен... Знаете, как человек лекцию слушает? Показать вам? Вот так. Товарищи! А что вы смеетесь? Вы что думаете? Вы что думаете? Это просто так произошло, что один человек поднял всю страну на уши. Это значит, что сила разума была очень сильная? Мы не помогали. А? Мы не помогали. Понимаете, когда Личность очень сильная, она может сердце вдохновить силой разума. Вот это вдохновение дает людям веру. Понимаете? Просто вопрос заключается, за что боролись, на то и напоролись. Как бы, но... Сама идея, что разум сила разума именно через вдохновение идет. Это надо усвоить. Через 10 минут нас просят освобождать помещение и очень много записок. Слушайте, в какое время нужно спортом заниматься? Я буду на записки отвечать. У меня в Краснодаре есть лекции, я там иногда отвечаю на опрос. Я скапливаю все записки. И дальше потом просто эти лекции выставляются на моем сайте. И можете их просто прослушать. Там будет ваша записка тоже. Но больше я не знаю, как по-другому на это ответить. Наверное, на все это. Вы знаете, у нас через 10 минут уже надо освобождать. Поэтому я сейчас вам скажу еще пару важных вещей. Первое, что я хочу сказать, это то, что тело также просыпается во время утреннего омовения. Это очень важная вещь. Потому что, если человек не омылся с утра, то у него в теле очень много скапливается кармы. И тело считается остыльненным в результате. То есть на нем скапливаются болезни на том и том плане и так далее. Плохое настроение от этого тоже. Поэтому не для того, чтобы не вонять, а для того, чтобы снять напряжение психическое из себя, человек должен утром каждый день омываться. И обязательно с головой. Как с головой? Вот так с головой. Если, допустим, вы прическу боитесь, ну, волосы как бы вам надо сухими оставлять, вы берете, покупаете шапочку какую-то резиновую, волосы под шапочку берете и омываете все равно с головой. Потому что тонкая энергия воды должна омыть голову, понимаете? Тонкая хотя бы энергия воды. И вы почувствуете бодрость внутри. То есть это надо делать каждый день. Не обязательно холодной водой мыться, но обязательно мыться с головой. Я просто так побрызгать хотела побрызгать. Просто побрызгать хотя бы. Это хорошо. Но надо лучше мыться. Мужчинам в шапочке можно? Мужчинам в шапочке тоже можно. Что вы знаете? Все нормально. Я серьезно говорю. Брызгать тоже. Иногда брызгаю. В самолете, допустим, я каждый час, каждые два иду в туалет и просто моюсь, чтобы снимать с себя вот эту энергию напряжения. Все просто. Вода снимает энергию напряжения и людей окружающих, их эмоции. Это же все влияет. Просто раз, руки, голову и ноги попрызгал, глаза водой смочил и сразу легче стало. Сейчас мы с вами будем заниматься очень важными вещами. Самая главная нехватка в этом обществе, в котором мы живем – это нехватка энергии любви. Вот представьте себе, допустим, ты идешь по Москве. Возле каждого дома сидят женщины, общаются, ходят в караводы люди, допустим, поют. Атмосфера очень доброжелательная. Ты заходишь в какой-то двор, тебя улыбками встречают. Видите, этого нет у нас, так? Поэтому вы смеетесь. Знаете почему? Это есть одна причина серьезная. Причина заключается в том, что общество начало двигаться не в ту сторону. То есть мы… Внешнее развитие сделали главной целью жизни. То есть мы считаем, что чем больше курисосов, стиральных машин, телевизоров и всего остального в этом духе на единицу времени душу населения, тем больше счастья у народа. Но вот эта примитивная идея счастья, связанная с материей, она сделала такую жизнь. В Америке сейчас людям даже познакомиться очень сложно, потому что они не могут даже встречаться. Они или в доме находятся, или в машине, или на работе. Потому что даже по улице они не ходят, они ездят только на машинах в основном. На улицах нет людей. Понимаете? Это страшно. Люди не могут друг друга увидеть. Они видят только друг друга через интернет. Нет глубокого общения. Люди теряют друг друга. Из-за того, что мы не развиваемся ни в ту сторону. Но это проблема. Но мы можем эту проблему решать. Вот смотрите, вот здесь больше 600 человек сидит. Это уникальное место и уникальное время. Мы сейчас кое-что будем делать. Мы сейчас будем увеличивать ту составляющую жизни, которой нам очень сильно не хватает. Мы будем сейчас повторять, я желаю всем счастья, слух. Будем мысленно кланяться. Потому что для того, чтобы активизировать разум, нужно начать всем кланяться вокруг. Разум активен становится, когда у человека развивается доброжелательность у всех детей. И это возможно только если он мысленно всем кланится. Через поклон человек может глубокую, другую сущность других людей почувствовать и понять. Иногда, кстати сказать, постоянно мысленно всем кланяться. Человек по-другому более чисто воспринимает окружающих людей. Он правильно их оценивает, правильные решения по отношению к ним принимает. Но чтобы в таком состоянии жить, надо себя включить в это состояние. Понимаете, разумная платформа нелегка. Надо начать это делать. Когда вы повторяете, я желаю всем счастья, почувствовали, что неожиданно счастье пришло внутрь, оно пришло внутрь, то в это время тоже его себе не надо оставлять. Надо немедленно отдать его или больному человеку, который нуждается в вашей помощи, допустим. Или просто человеку, которого вы любите. Или, допустим, святому человеку, что еще лучше сделать. Ну, то есть мы будем с вами заниматься сейчас вот этим. Где-то минут десять мы будем повторять одну и ту же фразу. Я желаю всем счастья. С точки зрения современного мира повторять одно и то же бессмысленно. Мы читаем разную литературу. Каждый раз что-то новое надо читать, новое смотреть. То есть уму нужна постоянно что-то новое. Но разум развивается в повторении одного и того же. Дальше вот повторять одно и то же более осмысленно. Он глубже-глубже погружается внутрь себя. Приближается к истине, которая является источником счастья. Понимаете? Вот вы сейчас на примере вот этого зала и пребывания здесь реально это почувствуете. Повторять нужно определенным образом, чтобы все почувствовать. Первое, что нужно – это кланяться, я вам уже сказал. Второе, что нужно – нужно понять, как повторять. Звук идет из трех мест. Первое – это звук, который идет из головы. Это умственная платформа. Когда человек очень сильно обращает внимание на то, что происходит вокруг. Или очень сильно привязан к тому, что ему надо идти домой. Он как повторяет «я желаю всем счастья», «я желаю всем счастья», «желаю всем счастья», «желаю всем счастья». Он вообще не включается в процесс. Очень внешнее повторение. Дальше – это эмоциональная платформа. Дальше – это эмоциональная платформа. Человек решил как-то включиться, но он еще не знает как, но он старается. И у него получается очень эмоционально. «Я желаю всем счастья!» То есть он так. И смотрим, как сформируют все. То есть тоже внешнее достаточно сознание, но немножко повыше уровень. И настоящий уровень, который дает реальную связь с жизнью и изменение событий в судьбе. Дальше сказать, вы знаете, что меняются события в судьбе? Мы провели в Риге эксперимент. Вот здесь вот где-то вот в этом месте сидела одна женщина. У нее очень тяжелая ситуация в жизни была. Она просто вся была бледная. И она говорит, я не знаю как мне жить. Вот настолько ей тяжело было. Мы взяли, начали желать всем счастья. И я каждые три дня в Риге был и каждый день отмечал состояние этой женщины. За три дня она настолько поменялась. У нее даже события начали меняться. Потому что сначала человек меняется внутри, а потом меняется его внешняя жизнь. У нее даже за три дня, даже события начали происходить другие в жизни. Понимаете, хватило трех дней просто повторять по десять минут в день. Я желаю всем счастья, что у нее и жизнь началась. Самое лучшее — повторять сердцем вот этим местом. Это повторение, оно очень спокойное, глубокое. И оно сильное. Этот голос вот отсюда надо еще почувствовать. Он не сразу. Люди в основном говорят или эмоциями, или умом. Сердцем мало кто говорит, но надо учиться это делать. И так все вместе. Не надо причать, не надо выделяться, спешить. Надо очень спокойно обстоятельно это делать. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья. Любви, знания, здоровья. Чтобы все в вашей жизни было хорошо. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли на эту лекцию. Спасибо вам большое. У нас 9 декабря будет следующая лекция. Мы будем говорить про следующие уровни развития сознания. Это уровень психоэмоциональный и уровень разума. Все. Счастливо. До свидания. Я хочу также поблагодарить организаторов за то, что они смогли столько усилий приложить, чтобы эта лекция состоялась. У меня еще ни одной лекции в Москве не было, чтобы пришло столько людей. Поэтому эти цветы я передаю назад. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все. Счастливо. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще одно техническое объявление. Я на эти записки буду отвечать в Краснодаре. И через где-то в течение месяца мы выставим на сайте эту лекцию ответ на вопрос. Все. И вот у меня вышли аудиокниги с моими книгами. То есть очень хороший голос почитала. Можете дарить своим друзьям. На входе продаются аудиокниги. Все. Счастливо.